Не боишься? Робин вновь хлопнул Хаджара по плечу. Тот собирался было ответить, разумеется, но с удивлением понял, что не боится. Сердце билось так же ровно, как и всегда, а кровь подгонял разве что азарт. Нет. Ну и правильно. Чего бояться-то? Главное дротиком, в глаз медь. Или лучше вообще не бросай, если не уверен, что шкуру не попортишь. Она вам зачем-то нужна? Поинтересовался Хаджар просто чтобы поддержать беседу. Часть оставляем себе, а часть продаем. Другим деревням бывает и так. Робин, походя, сорвал травинку и закинул в рот. Но чаще, бродячим торговцам. Есть один ушлый из весеннего. Мелкий, а по тропкам нашим весь лес уже перебродил. И, главное, не единой царапины или занозы. У нас тут целые взводы армейские зверьем подраны были, в болотах тонули, со скал падали, а ему, хоть бы что. Хаджар еще раз посмотрел на свою кольчугу. Ну, теперь становилось понятно откуда такие изделия в деревне. Учитывая, что из всех благ цивилизации здесь стояло лишь несколько банемельниц. Ну и водяное колеса на ручье. Ни о какой кузне и речи не шло. Но что еще больше заинтересовало Хаджара, так это известие о торговце. И когда он должен прийти в следующий раз? Через месяц? Месяц? Не такой уж и большой срок. Хаджар замолчал, задумавшись о своем. Робин посмотрел на него и, кивнув каким-то мыслям, отошел во главу отряда. Они подошли к самому большому и красивому дому, по сравнению с другими. Он выглядел как дворец, в котором рос Хаджар. Можно было бы подумать, что там жил староста, но Хаджар уже видел дом местного правителя. Жил он около реки. В избе, которая была даже меньше чем та, что принадлежала Робину. В деревне существовала какая-то простая логика, по которой самое лучшее должно было быть общим. Ну прямо средневековый фэнтези-коммунизм. Из большого дома, служившего одновременно складом и клубом, в котором иногда проводили пиршества и венчанные танцы, вышла тучная женщина. Она, спросив сколько запасов надо, запустила внутрь нескольких охотников. Те вытащили сшитые из кожи, крупные мешки. Потом каждому выдали торбу поменьше, куда натолкали явленного мяса, флягу и сухарей. Каждому, поровну, в сумме столько, что хватило бы не на две, а три недели. В догонку Робину выдали особый мешок, с разными порошками и завернутыми в листья пилюли. Их старик принял особенно бережно, от сохранности аптечки могли зависеть жизни его людей. Хаджар за спиной прозвучал знакомый голос. Обернувшись, принц увидел стоявшую перед ним черноволосую лиду. Та держала корзину и спешила к подругам на ручей, мыть белье и косточки окружающим. Да, не забывай, что ты обещал мне сыграть, и с этими словами она гордо удалилась. Прямо как какая-нибудь герцогиня. Забавная. Хаджар поспешил следом за отрядом. Они вышли за немалого размера чистокол, тут даже дозорная башня стояла, с которой им пожелали удачи, и оказались на опушке леса. Деревня стояла на берегу ручья, который больше походил на полноводную реку, в окружении высоких скал, с которых падали многочисленные водопады. Возможно, именно такое положение спасало деревню и позволяло жить в своем маленьком, оторванном от большого, мерке. Охотники остановились, стянули с поясов тряпки и начали повязывать их на лапте. То же самое сделал и Хаджар. Сапогов здесь не водилось, да и в лесу они помощниками не были, скорее, врагами. Слишком тяжелые, из дубленой кожи, они были слишком шумными и пахли. Все зверью распугают. После этой нехитрой операции, Робин пропел молитву. Около ворот стоял идол в виде рогатого медведя. Ему принесли жертву в виде плошки с медом и веточки с ягодами. На этом приготовление закончились и отряд вошел в бескрайний лес. Глава 25. Что такое для обычного человека пробежка? Ну может 10, максимум 20 километров. А потом на такси обратно домой. Либо же небольшой круг вокруг парка. Правда, на земле ходили легенды о африканских и индейских племенах, жители которых могли бегать неделями. Но не быстро, чуть резвее обычного пешего хода. Что же такое охота для местных жителей, чьи тела были так же выносливы и крепки, как молодые дубы? Это бег на скорости городского автотранспорта на протяжении множества часов. В абсолютной тишине, бесшумно и беззвучно. Как ветер, летящий под кронами деревьев. Естественно, сперва все косились на Хаджара. Тот несся по лесу с легкостью носорога. Разве что деревья лбом не сшибал. Потом же, с помощью навигации Нейросити, выглядело это как призрачная стрелка перед глазами, и благодаря собственной соображалке, он начал бежать тише. К вечеру уже первого дня, вызывая очередные шокированные шепотки, он издавал столько же звуков, как змея на охоте. Если отвернуться, так и вовсе, его сложно было даже почувствовать. Народ удивлялся талантом странника, а Хаджар лишь мысленно улыбался. Мастер его многому научил, нужно было лишь вспомнить, да и бьющееся в груди сердце дракона все же с ним что-то сделало. Хаджар пока не понимал, что, но чувствовал. Вечером, преодолев немыслимое расстояние, по меркам землянина, и пустяковое, по меркам местных охотников, отряд устроился на привал. Они поднялись на второй ярус леса, ниже крон, но все же не на земле. Привязавшись к могучим ветвям, и перекусив из прихваченных запасов, все в той же тишине, народ улегся спать. Разговаривать во время охоты считалось признаком полного профана. Так что если и общались, то изредка и только знаками. Каждый здесь хорошо знал свое дело, а Хаджар просто старался не отставать. Благо, спасибо новым ногам и телу, давалось ему это легко. Пару раз его даже обрадовали сообщения Нейросити. Пусть и мизерная прибавка к телосложению, но все же, когда все заснули, Хаджар, проверил крепко ли его держат ремни, прикрыл глаза и сосредоточился. Он вновь чувствовал, как в воздухе кружатся частицы энергии. Привычно потянувшись к ним разумом и душой, он начал дышать ими так же, как обычный человек воздухом. И с каждым вздохом узлы в его теле слегка обжигало. Когда же жар стал нестерпимым, Хаджар задышал дыхание и, собрав всю волю, толкнул энергию в сторону темечка, последней, неоткрытой им точки на теле. Сила закрутилась горячим водоворотом и пробила закрытые с рождения врата. Так, Хаджар смог пробиться на последнюю ступень телесных узлов, девятую. Добиться такого к девятнадцати годам, скудно, даже по меркам Лидуса. Вот только, спасибо дракону. Теперь ему было меньше месяца от роду. Статус. Имя Хаджар. Уровень развития. Телесные узлы. Девять. Сила 0.95. Ловкость 1.15. Телосложение 0.95. Очки энергии 0.8. Хаджар еще раз изменил настройки, решив отображать ступени внутри стадий, цифрами. Так перед его глазами сообщение занимало меньше места. Выглядело это, конечно, будто девайс дополненной реальности, но все равно изрядно раздражало. Так что Хаджар старался как можно реже вызывать нейросеть. Немного порадовавшись на подросшие характеристики и то, что ему удалось пробиться дальше, он заснул. Следующие четыре дня прошли в таком же темпе. Бег. Привал. Бег. Сон. Бег. Привал. Итак, по кругу. Любой бы с ума сошел, но охотники, за четыре дня преодолевшие расстояние едва ли не в тысячу километров, лишь разогрелись. Но, наконец, произошло и нечто интересное. Робин дал сигнал. Стоп. Означал его поднятый в небо кулак. Они находились на небольшой опушке. Старик опустился на корточки и провел ладонью над травой, а затем подал несколько знаков. Стадо. Близко. Два часа. Бег. Затем вперед вышел один из охотников. Он тоже показал знаки, которые Хаджар заранее занес в базу данных и теперь легко их читал. Наши? Не знаю. Стадо. Олени. Решаю. Никакой демократии в отряде не было. Только суровый тоталитаризм, как предводитель охоты решит, так и будет. Спорить не было ни времени, ни желания. Наконец, Робин трижды ударил кулаком по открытой ладони. Начинаем, означал этот сигнал. Охотники перешли с галопа на легкую рысь. Они сняли с плечей луки и закрепили стрелы. Смотря в оба, двигаясь строго против ветра, они смотрели в оба. Хаджар же, вооружившись одним из дротиков, шел следом. И чем дальше они шли на север, тем отчетливее до слуха Хаджара доносился шум падающей воды. Дерево. Крона. Разведка. Отпальцевал Робин. Он указал на Хаджра и они вместе полезли на высоченное лиственное дерево. Высотой оно слегка уступало десятиэтажному дому. Продравшись сквозь густую крону, принц подставил лицо восточному ветру. Слегка насладившись и освежившись, ототкрыл глаза и едва не упал. Вовсе не из-за открывшихся взору бескрайних просторов утопающей в растительности долины. Бесконечное зеленое море было расчерчено синими жилами, огромным количеством ручьев и рек. Частенько они падали водопадами в пруды озера, а потом опять бежали вниз, пока не сливались в единый водный массив. Миллиарды тонн воды обрушивались на огромного исполина, будто бы обнимающего водопад. Мертвый тут же подал сигнал слегка улыбающийся Робин. Кто? Старий пытался что-то показать, а потом махнул рукой и подобрался максимально близко к Хаджару. Древний титан, шепотом произнес он, хозяин этой долины. Легенды гласят, что некогда он был настолько могуч, что взмахом руки поднял гору и закинул ее в небо, где-то летает и по сей день. А внизу он создал нашу долину. Ту, на которой вы охотитесь, старик улыбнулся краешком глаз. Ту, на которой находится наше королевство, и не только оно. Хаджар еще раз посмотрел на древнее существо. Только теперь он заметил, что оно уже давно окаменело. Вряд ли легенда была правдива, но вот Исполин, размером со знаменитую башню в Дубае, внушал некую оторок. Смотри, подал знак Робин, указывая слегка в сторону. Там, на лугах, на краю леса, паслось стадо оленей. Таких, каких можно увидеть лишь на придуманных картинках. Все, как один, могучие и статные. Размерами намного превышающих своих обычных сородичей. Самые слабые из особей этого стада легко выигрывали ростом у Робина. И это без учета головы и рогов. Лани же были прекрасны, стройные и изящные. Они выглядели, как пущенные из лука стрелы. Робин спустился первым. За ним на земле оказался и Хаджар. Стадо. Наши. Первые. Пугач. Робин отдавал знаки так резво, будто общался на языке глухонемых. При этом он успевал что-то чертить на земле наконечником стрелы. Побегут. Отсекаем. Старых. Слабых. Не трогать вожака. Взглядом старик спросил у окружающих все ли понятно. Охотники ответили короткими кивками головы. Робин ткнул пальцем в Хаджара. Смотри. Держись рядом. Таков был приказ, которого Хаджар не собирался ослушиваться. Старик вытянул из аптечки какой-то сверток и передал его парню со шрамом на лице. Тот вытащил из ткани небольшой мерцающий камень. Будто бы слишком большой и слишком живой агат. Хаджар чувствовал, как от камня исходит сильная энергия. Не такая, как витала в воздухе, но все же энергия. Привязав странный объект к стреле, человек со шрамом Ири, который и нашел стадо, побежал впереди. Дождавшись смены направления ветра, он вышел из кустов и запустил стрелу. Та пролетела не меньше пяти сотен метров и вонизилась рядом со стадом. Самые чуткие олени подняли головы, но ничего не почуяли, а Ири уже успел скрыться в листве. Хаджар вопросительно посмотрел на старика, но тот не обращал на новенького внимания. Спустя же пару минут на лугу зарычало нечто, что заставило дрогнуть сердце Хаджара. Не испугаться, нет-нет, но дрогнуть. Из камня, привязанного к стреле, на волю вырвалась призрачная фигура исполинского волка. Проклятие. Да тот был размером с камаз, аура от него шла такая же, как от имперского наместника. Волк-вожак, чей дух непонятно как призвали охотники, зарычал и бросился на оленей. Те, спасаясь от призрачных клыков, тут же рванули в сторону леса, где их уже поджидали охотники. Волк-вожак рычал всего пару мгновений. Его дух исчез уже спустя два удара сердца, но испуганные олени неслись, сломя голову, в сторону спасительных деревьев и холмов. По глазам отпальцевал Робин. Забравшись на ветви деревьев, охотники начали пускать одну стрелу за другой. Стадо, обезумевшее от страха, бежало все дальше и дальше, не обращая внимания на то, что позади падают их сородичи. Самые старые и слабые, именно они падали жертвами метких выстрелов. Ни одна из стрел так и не срезала ни единого волоса со шкур животных. Все ложились точнёхонько в глазницы. Охотники выпускали их спокойно, легко и непринуждённо они натягивали свои крепкие, тяжёлые луки. Пусть и небольшие, но такие туги, что не каждый королевский лучник смог бы полностью открыть их. Когда же на землю упало 10 особей, Робин поднял кулак. Хватит, означал сигнал. Не было никакого смысла убивать больше, чем они смогут безопасно донести до деревни. И уж тем более столько, чтобы привлечь. Внезапно раздался человеческий крик, а в том месте, где сидел в засаде, Ирей вспыхнул столб пламени. Высотой в 2 метра, а шириной почти в половину, он заставил на мгновение зажмуриться Хаджара. Когда же он открыл глаза, то над обгоревшими остатками Ирей возвышался исполинский олень. 2,5 метра в холке, его величественные рога украшало ревущее, алое пламя. Зверь, стадии вожака, пришёл отомстить за своих сородичей. Уходим, закричал Робин, но было поздно. Остальные олени, видимо подчинившиеся приказу их предводителя, окружили опушку. Они опустили вниз рога и встали кругом, готовые нанизать любого смельчака, который решит преодолеть их заслон. И кто на кого охотился, подумал Хаджар, поудобнее перехватывая дротик. Мы на олене или... Глава 26. Робин, не мешкая, выпустил в полёт сразу три стрелы. Не разом, естественно, а одну за другой. Каждая из них метила в главные точки. Две летели в глаза, а последняя метила в сердце. Олень, фыркнув ноздрями, топнул копытом. Из пламени, кружившего вокруг его рогов, вырвались три огненных шара. На лету они испарили стрелы старца. В сторону, крикнул тот и оттолкнул Хаджара. Огненные шары врезались в дерево, выжигая в нем несколько отверстий. С громким треском исполинский лиственный гигант покосился и рухнул. Прямо на ногу Робину. Тот завыл раненым бизоном. «Бегите!» Сквозь боль, крикнул он. Но ни один из охотников не сдвинулся с места. Они лишь пустили в полет каждой по две стрелы. Почти сорок стрел едва ли неровным покрывалом закрыли оленя от взора Хаджара. Принц надеялся, что этого хватит, чтобы повалить вожака. Но тот был иного мнения. Олень поднялся на дыбы, а с его рогов слетело целое кольцо огня. За мгновение оно спалило стрелы и понеслось дальше. Кому-то не повезло укрыться от жаркого пламени и теперь на земле лежало уже несколько опаленных остатков. Раздался крик полной боли и отчаяния. Сняв с плеча дротик, в неистовом выпаде прыгнул молодой парень. В нем Хаджар узнал последнего брата Ирия. Из трех выжил лишен. Олень, развернувшись, ударил в грудь парню копытами. Охотника сложило пополам. Пулей он пролетел пять метров и врезался в камень. Из горла выстрелил фонтан крови. Тело вздрогнуло и замерло. На поляне повисла тяжелая тишина. Олень фыркнул еще раз. Он, смотря на окруживших его, дрожащих людей, вновь поднялся на дыбы. Мощным ударом копыт он сотряс землю и окруживших их рогатые. Фырча начали свое неумолимое движение в центр. Хаджар, смотря на людей, пускающих стрелы, сгорающие в огне, не мог понять. Он не мог понять, почему он все еще стоит на месте. Улюлюкая, словно индеец из фильма, он бросил дротик. Тот вылетел со скоростью камня, пущенного из прощи. Но даже этого не хватило, чтобы пробиться через огненный заслон. Проклятие. Выругался Хаджар, смотря на то, как еще один охотник падает на землю. Крик человека, бессильного против пламени вожака, эхом звенел в голове Хаджара. Беги. Едва пробился сквозь шум голос Робина. Старик смотрел на принца печальным, полным сожаления взгляда. И только теперь Хаджар понял, в каком именно пожаре погиб сын старика и почему тот так радостно воспринял известие о стадии оленей. Стариком двигала месть. Сжав в руки последний дротик, Хаджар замер перед броском. Он знал, что не обладает особой меткостью. Да, на тренировках он мог поразить ударом меча монетку, стоящую в трех шагах от него. Но это мечом, а не дротиком. И тут в памяти Хаджара всплыла полузабытая сцена. Мастер, стоявший перед своими учениками. Он был вооружен лишь палкой, но тем не менее мог показать уровень, превосходящий возможности Хаджара. Принц еще раз взглянул на лежащий у него в ладони дротик. Да, это не меч. Но, какая разница с чем в руках встречать свою смерть. Главное, что он сделает это с высоко поднятой головой. Храбро, не струсив, не спрятавшись и не закричав. Его зовут Хаджар Дюран. Он 10 лет провел в мечтах о том, что найдет лекарство. Он его нашел. Ради этого многие люди отдали свои жизни. И он не позволит какому-то зверю с огненными рогами отнять у него жизнь. И плевать, что у него в руках меч или дротик. Пока он слышит зов ветра, он будет сражаться. Хаджар вытащил из гнезда выточенный из железа плохонький наконечник. Парой движений он обстругал дротик. Придав ему хоть какую-то форму. Схватив его у основания, он, под полный отчаяния крик Робина, спокойно вышел перед оленем. Чем ближе Хаджар приближался к противнику, тем сильнее ощущал жар пламени. Тем выше становилась исполинская фигура могучего зверя. Вожак фыркнул и олени остановили свое неумолимое сближение. Надо понимать, что на стадии вожака у зверя пусть и не человеческий разум, но достаточный, чтобы осознавать происходящее. Возможно, спустя тысячу лет этот олень прошел бы дальше по пути развития и смог бы заговорить, но ему не повезло. Ему не повезло встретить странного двуногого. Двуногого с глазами монстра. Синее, как безоблачное небо, глаза не излучали ни капли страха. Лишь твердость и всепоглощающую ярость. Такую, что вожак, давно не встречавший достойного противника, испуганно сделал шаг назад. Осознав, что он только что дал слабину, олень поднялся на дыбы. Он выпустил сходу четыре огненных шара. Те куч налетели в сторону Хаджара. Герцог Вилен, граф Васлиа, примус, наместник Виконт, прозвучала единственная молитва, которую знал Хаджар. Молитва, которую придумал он сам, которая была его боевым кличем. Он не позволит какому-то оленю отнять у него шанс на справедливость. Еще не похоронены его родители. Еще не найдена сестра. Хаджару было слишком рано умирать. Огненные шары, оставляя за собой мерцающий след, неслись в его сторону. Что-то кричали охотники, но шаг Хаджара не замедлился. Индрогнул его самодельный меч. Так же легко, как взлетает в небо аист, он поднырнул под первый, обошел второй. Он развернулся на пятках, пропуская третий и едва качнув дротиком, выпустил с лезвия удар меча. Тот был слабым, даже непризрачным, едва ощутимым порывом ветра. Но и этого хватило, чтобы рассечь огненный шар на две половинки. Те со свистом пронеслись мимо неподвижного Хаджара. Сердце ускорило свой бег. Закипала кровь. Он вновь мог сражаться. Он вновь мог дышать. Он снова был живым. Синие глаза засветились мерным светом и олень завыл от ярости и страха. Он наклонил голову и с рогов ударил столб огня шириной в туловище взрослого мужчины. Самая сильная атака, на какую был способен зверь. Хаджар, слегка присев, вдруг сорвался в рывке. Он черной полосой размазался в воздухе, пролетая в сантиметре над пламенем и чувствуя, как нагревается его кольчуга. Он крепко держал в руках меч, а когда приземлился в метре от головы оленя, то, одновременно выпрямляя тело и руку, взмахнул клинком. Охотникам, не верящим в то, что человек может двигаться так плавно и в то же время, столь быстро, показалось, что вместе с ударом меча они услышали рев. Рев, от которого кровь стыла в жилах не только у них, но и у притихших оленей. Рев дракона, орошая лук брызгами крови, в сторону леса убегал раненый вожак. Глупо было надеяться, что практикующий стадии телесных узлов сможет одолеть вожака. Но он смог его ранить, ранить и напугать. Ибо если люди лишь услышали рев хозяина небес, то зверь увидел. Увидел, как в глубине синих глаз разгорается пламя силы, а в ударе страшного оружия вожак увидел клык, способный рассечь гору. Следом за своим предводителем убегали и другие олени. Хаджар, обессилев, опустился на колени, а потом и вовсе лег на траву. Раскинув в сторону руки, он смотрел на бескрайнее небо. Меч в его руки рассыпался трухой, не выдержав той силы, которую сквозь него пропустили. Герцог Вилен, граф Васлеа, примус, наместник Виконт, едва слышно повторил Хаджар и закрыл глаза. Сил в нем не оставалось даже не то, чтобы вздохнуть. Лишь только где-то в глубине груди, около сердца, он слышал рычание могущественного змея. Глава 27. Хаджар проснулся и тут же, с криком, потянулся к мечу. Но вместо самопального клинка в виде заточенного дротика, он обнаружил чью-то морщинистую руку. Старая для таких фортилий, странник, прозвучал хриплый, прокуренный голос. Принц повернулся и обнаружил цепкий взгляд янтарных глаз. Он, перевязанный, лежал на просторной кровати под сенями довольно-таки фешенебельного, по местным меркам, дома. Во всяком случае, одна лишь эта комната была больше всего дома Робина. У кровати же, смазывая его ожоги пахучей, зеленой жижей, сидела старуха. Выглядела она так, как и должна любая лесная знахарка. Тучная, но с острым носом. В чистой, ухоженной одежде, на которой местами, все же, виднелись заплатки. Позади знахарки находился шкаф с многочисленными глиняными склянками. Они, подписанные знакомыми Хаджару и иероглифами, хранили разнообразные лекарства. Принц потянул носом, узнавая резкий, слегка гнилостный запах. «Болотная мазь?» — спросил он. Знахарка подняла взгляд. От него Хаджар слегка поежился. Стереотипная лесная колдунья. Как звать тебя, умник? Чистой речью, не то что у селян, поинтересовалась старуха. Хаджар-то лишь покачала головой. «Опасное в наше время имя у тебя». Она явно была не из местных. Дайдом у нее стоял на отшибе, не внутри деревенского чистокола. «А вас зовут Гнесой?» — догадливый. Несмотря на возраст, движения у знахарки были твердые и быстрые. Она легко перебинтовала его руки и правое бедро. Про мазь откуда знаешь?» Хаджар некоторое время смотрел на старуху. Та, закончив бинтовать ожоги, поднялась и отошла к шкафику, куда убрала остатки мази. Вообще, довольно редкое лекарство. В городе за десятую часть того, что хранилось у Гнесы, можно было купить хорошую лошадь. Все целительные снадобья делали ученые, а их было куда как меньше, нежели воинов, практикующих. Уж слишком долго нужно было учиться и слишком это было непросто. Учитель рассказал, Хаджар не видел смысла врать. Учитель, говоришь, протянула Гнеса, вытирая руки тряпкой полотенцем. «Рекой тебя сюда принесло?» Как догадались, знахарка улыбнулась. Оно подошло к самодельному столику, впрочем, здесь все таким было, и подняла с него плошку с аппетитной похлебкой. Вручила ее, вместе с ложкой, Хаджару и снова села рядом. «Меня тоже, когда-то очень давно, река принесла. Она много кого приносит, в эту и в другие деревни в долине. Порой мне даже кажется, что она забирает тех, кого отверг внешний мир. Беглецов, несчастных, тех, у кого болит сердце. А здесь их лечит». Гнеса посмотрела за окно и улыбнулась полуденному солнцу. «Лечит лес». Именно так, с большой буквы. Слово «лес» она произнесла с куда большим почтением, нежели местные. Хаджар дотронулся до груди. Со знахаркой сложно было спорить, сердце у него действительно болело. «В ученики ко мне не зову», внезапно сказала она. «Другая судьба у тебя, странник Хаджар, владеющий мечом». Она посмотрела на него настолько многозначительно, что только идиот бы не понял, знахарка знает, но откуда. «Торговец много лет назад все уши прожужжал», сказала она, отвечая на так и незаданный вопрос. А тут сперва Лида забегала сказать, что река новенького принесла. Потом из леса охотники потрепанные вышли. Робину ноги перебило, полгода теперь с костылем ходить будет. Ну и Ири с братьями, в мешках их приволокли. Охотников все спрашивают, что случилось, а они про вожака растрепали, а тому же про подвиг странника. «Ну и тебя, разумеется, с Робином, на носилках сразу ко мне. Кто-нибудь еще знает?» Спросил Хаджар. Внешне он был спокоен. Хлебал похлебку, мирно беседуя с безобидной старушкой. Но внутри он был готов. К чему? Да к чему угодно. Он уже нашел в этой комнате минимум четыре пути к отступлению и несколько предметов, которые вполне могли сойти за оружие. Местные-то, Гнесса захохотала. «Я их, конечно, люблю, но больше как домашних зверушек. Простые они, безобидные. Не догадались». Хаджар вспомнил могучие тела местных мужчин и взрывной нрав женщин. Вот с этим утверждением он бы поспорил, но промолчал. «В любой ситуации всегда лучше больше слушать, чем говорить. Жаль родителей твоих, странник». Гнесса забрала опустевшую плошку. «Я их не знала. Куда мне, простой ученица ученого, до королевских приемов, но хорошими они были людьми. Да, королевству при их правлении туго приходилось, но люди-люди счастливыми были. А сейчас она махнула рукой, поднялась и достала еще одну баночку, с простыми лесными ягодами. Предложила Хаджару, а когда тот отказался, начало трескать их прямо как семечки. Наверное, местный образ жизни все же сказывался даже на просвещенных людях. Торговец говорил, на юге уже и селений-то и нет, и города пустеют. Всех на рудник гонит. Правда? Правда, кивнул странник. Примус заключил договор с империей Дарнос, а то воюет с империей Ласкан. Если Примус хоть ненадолго задержит поставку даже такой, по меркам имперцев, плохой руды, то расквартированный у нас легион имперцев сравняет здесь все с землей. Военачальника тоже можно понять. Можно понять. Хаджар почувствовал, как у сердца разгорается пламя. Да ты успокойся, принц без короны. Вспыхнули янтарные глаза. Или не знаешь историю, произошедшую 15 лет назад, когда твои отец и дядя отправились на очередную войну. Тут Хаджар завис. Он помнил, да и захоти, не смог бы забыть день, когда умерли его родители. И то, что произнес перед смертью отец, это был несчастный случай. Что за история? Что случилось на границе? Гнесса немного помолчала, а потом покачала головой. Не мне тебе ее рассказывать, не из первых рук получится. Мой учитель военным лекарем тогда служил. Ему рассказал кто-то из пострадавших офицеров. А офицеру, кто-то из командования. Потом уже до меня дошла через служанку учителя. Так что не знаю, сколько в ней правды, а сколько лжи. Но знай, у твоего дяди был свой мотив. Какой? Знахарка уже собиралась что-то сказать, как хитро улыбнулась. Я ведьма лесная или нет? Хлопнула она по коленям. Сам выяснишь, Хаджар. Да, кстати, вот, держи. Она достала из-под кровати ящик. Там лежало множество свертков, похожих на тот, что Ирей привязал к стреле. Она вытащила один и положила на стол рядом с кроватью Хаджара. Тот, на этот раз, сразу сосредоточился и почувствовал ауру, исходящую от свертка. Ауру зверя, стадий вожак. За один такой камешек в городе можно выручить не меньше пять сотен золотом. Огромная сумма денег, даже по меркам мелкого дворянина. Здесь же ими, судя по всему, даже с торговцем не торговали. Использовали на охоте. Я не могу принять это. Тут же запротестовал Хаджар. Сельчане и так слишком много для него сделали. То, что он помог охотникам, было лишь расплатой, не более. Бери, раз уж дают, странник. Гнеса захлопнула ящик и задвинула его обратно под кровати. Говорю же, люди здесь простые. Не обижай их своим отказом, не поймут. Хаджар вздохнул и кивнул. Да и глупо было отрицать, что он не особо то и хотел расставаться с таким камнем. С его помощью он сильно повысит свои шансы на то, чтобы пробиться на следующую стадию. Стадию телесных рек. А стоило ему открыть меридианы и пустить энергию циркулировать по телу, как открывались совершенно новые горизонты. Мой тебе, на прощание, совет, принц Хаджар. Знахарка встала у двери в полоборота. Не ищи мести. Она тебя сожжет. Изнутри будешь потом бродить по земле пустым, как уголь вытащенный из костра. Не искать мести. За смерть отца. За гибель матери у него на руках. За сестру, с которой еще неизвестно, что произошло. За 10 лет, проведенных в облике гонимого всеми урода. За людей, которые все это время живут в рабстве. За страну, ставшую даже не вассалом, а таким же рабом империи. Я не ищу мести. Едва ли не прорычал Хаджар. Агнесса отшатнулась от того, как запылали синие глаза юноши. И приду я в столицу тоже, не за местью. Я приду за справедливостью. Нет в этом мире справедливости, принц. А если есть и другие миры, то и там, тоже нет. Не умеют люди справедливыми быть. Хаджар хмыкнул и откинулся на подушке. Знахарка, тяжело вздохнув, вышла за дверь. Может люди и не умеют быть справедливыми, но вот только Хаджар сильно сомневался, что после недавних событий он все еще был человеком. Во всяком случае, сердце у него было явно от другого племени. Глава 28. Отдохнув и проспав до ночи, Хаджар, наконец, принялся за свое развитие. Он сел в позу лотоса, скрестил пальцы и начал ровно дышать. С каждым таким вдохом он втягивал все больше и больше энергии. Куда как больше, нежели мог во дворце. Может из-за того, что тело его больше и старше, может из-за драконьего сердца. Да и возраст теперь мерить бесполезно. Нейросеть упорно отсчитывала с момента смерти Трависа и перерождения Хаджара. В общем и целом, принц продолжал мерно дышать. Энергии в его узлах становилось все больше. Она обжигала, бушевала в каждом центре, в каждой точке, открытой за время тренировок. Говорят, талант к развитию определяется тем, сколько практикующий сможет удержать силы в этих телесных узлах. Чем больше, тем он способнее к боевым искусствам. Хаджар никогда не отличался особыми достижениями на этом поприще. Его талант всегда держался на отметке ниже среднего. После перерождения это, конечно, изменилось в лучшую сторону. Но не особо сильно. Да, теперь он мог удержать больше силы, но даже во дворце среди детей дворян были те, кто и сейчас оставили бы его далеко позади. Дракон не смог сотворить чудо и Хаджар остался все таким же середнячком. Правда, теперь все же, чуть выше среднего. Энергии становилось все больше и больше. Она обжигала все больней. Все яростнее и хаотичнее она бушевала в его узлах. Тело жгло, пот лился со лба. Если бы кто-то зашел в этот момент в комнату, то увидел бы столпы пара, поднимавшиеся от тела сидевшего на постели юноши. Но как бы ни было больно, Хаджар продолжал впитывать энергию из окружающего мира. Он знал, что если прекратить сейчас процесс эволюции, то энергия опалит его внутреннее тело, отбросив в развитие на пару месяцев назад. Именно этот фактор, то, что неудача при переходе со стадии на стадию отбрасывала назад, останавливала многих практикующих. Ведь сравнительно несложно перейти в ступенях телесных узлов. А если взять трансформацию, а если дальше, настоящих адептов. Кому захочется рухнуть на десяток лет на начальную ступень небесного солдата, после ощущения пиковой силы. Именно поэтому практикующим требовались разнообразные ресурсы, помогающие переходить через пороги без страха отката. И вот за эти ресурсы, весьма ограниченные, шла бесконечная борьба. Да, ядро стадии вожака было не самым вожделенным трофеем, но и оно могло помочь Хаджару. Именно поэтому, когда энергии в узлах уже было настолько, что те рисковали разрушиться в любой момент, принц потянулся к свертку. Он ощутил всю мощь ауру зверя на себе и выдержав этот удар, сделал очередной вдох. В этот раз он втянул не энергию из мира, а силу из звериного ядра. И если та энергия, которая всегда присутствовала вокруг, была мирной и спокойной, то вот та, что ринулась на зов из ядра. Она была свирепа, неподатлива. Она не хотела спокойно ассимилироваться в узлах. Она бушевала в них, подобно запертой в стакан буре. Била о стенки узлов, рвала их на части, причиняя адские мучения телу. Но ни единого стона не сорвалось с губ Хаджара. Он лишь крепче сжал зубы и, собрав всю свою волю в кулак, начал вытягивать энергию мира и зверя из узлов. Принц, закручивая ее в распадающуюся нить, пытался просунуть ее внутрь тела. Попытка за попыткой, секунда за секундой. Десять раз, сотню раз, тысячу раз. И после каждой неудачи его ждала очередная вспышка организирующей боли. Новый раунд борьбы с энергией зверя, но Хаджар думал лишь об одном, лишь бы хватило силы заключенной в ядре. Он не мог себе позволить провала в эволюции. Так, в бесконечной борьбе, он провел всю ночь и лишь под утро у него получилось. Тонкая, синяя нить мерцала внутри его тела и по ней текла энергия, поступающая из узлов. Хаджар, выдохнув, рухнул на кровать. Боль постепенно отступала, а на ее место приходило чувство удовлетворения от успеха. А еще, вместе с ним, ощущение новой силы. Куда большей, нежели прежде. Статус, прохрипел Хаджар. То, что остальные могли лишь ощущать, принц мог проверить в циферном виде. Небольшое, но все же преимущество. Имя Хаджар. Уровень развития. Телесные реки. 1. Сила 1.1. Ловкость 1.3. Телосложение 1.0.1. Очки энергии 1.7. Хаджар вчитывался в сообщение Нейросити. Ничего необычного и экстраординарного в нем не было. Вполне себе ожидаемая, и даже небольшая прибавка к его возможностям. Те, кто обладали большим талантом, могли рассчитывать и на более сильный прогресс. Что? Вдруг рявкнул Хаджар, моментально вскакивая с кровати. Он прочитал еще раз, потом еще и еще, но зрение его не обманывало. Напротив очки энергии, действительно стояло почти два. В какой-то момент Хаджар понял, что зрение его не обманывает, а поняв, засмеялся. Ах ты проклятый дракон, хохотал он. Морда ты чешуйчатая. Это ты имел в виду, скотина крылатая? Да чтоб тебе в аду горелась, тварь. Какая-то жалкая двойка. Да любой нормальный практикующий уровня телесных рек первой ступени, должен был обладать минимум в полтора раза большим количеством энергии. Если вспомнить слова мастера, то такой практикующий должен был быть способен почти пять раз использовать технику опаленного сокола. Хаджар же бы не смог воплотить поджаренного воробья и трижды. Он был практически в полтора раза слабее любого, даже самого непутевого практикующего. Придя в себя, Хаджар отмахнулся от сообщения. Дареному коню в зубы не смотрит. Даже это лучше, чем оставаться калекой. Да и кто говорил, что будет просто. Но даже будь у него в десять раз меньше энергии, но пока есть руки и ноги, а на плечах голова, он не станет жаловаться. Он будет и дальше идти по своему пути. Не сворачивая и не замедляя шага. Покорившись от боли в ноющих ранах, Хаджар вышел из дома Гнесы. Та уже куда-то ушла. До деревни отдобрался по тропе, благо в этой части леса зверьё не водилось. Не хотелось ему показываться вблизи человеческих строений. А те же, кто был настолько могуч, что могли сравнять деревню с землёй, им здесь банально было неинтересно. У них и так хватало вражды за территорию и те же ресурсы. Всякие волшебные коренья, травы и камни. Все, как у людей. Весь мир пребывал в постоянной конфронтации и борьбе за силу. Если произведение «Шесть мгновений до жизни» было правдивым, то, по мнению Хаджара, местные боги создали весьма уродливую систему. Хаджар, стоило ему пройти за ворота, как к нему тут же подоспели сельчане. Как ты? Раны заржили? Гнеса не сильно напугала? Пообедаешь с нами? Пойдём на реку? Тут и там голосили люди. После того, что им рассказали охотники, Хаджар больше не был странником или бычком. Теперь это был свой. Тот, кто рискнул жизнью ради других, благодаря которому в лесу не сгинул отряд, где были чьи-то мужья, сыновья, внуки, отцы. Хаджар улыбнулся. Давно он уже не ощущал себя таким вот, своим. Тем, кому рады без всяких условностей. Просто, потому что. Я ведь пообещал сыграть на ронджа, напомнил он лиде. Тогда пойдёмте на лук, Хаджар сыграет для всех. И под общий одобряющий гол, процессия встречающих двинулась к ручью. А в это время, с другой стороны деревни, шёл торговец. За собой он тащил нагруженного тюками ослика. В них он хранил товары и различные безделушки. Но помимо них, он нёс ещё и новости из большого мира. Глава 29. Вечером некоторые мужчины селения собрались на центральной площади у кострища. Вокруг пламени, на разложенных брёвнах, скамьях, сидело примерно 70 мужей. Это был местный совет, который управлял жизнью селения. Второй орган власти после старейшины. Женщин здесь не было. А феминизм местные ничего не слышали, а просвещенные отношения большого мира до них не дотягивались. Жили по старинке, муж сказал, жена сделала. Ну и наоборот, женщины использовали ну, те хитрые женские приёмчики, которые они используют, чтобы направить несносного мужа на путь истинный. Хаджара от таких атовизмов, от которых он отвык ещё на земле, немного пробирала на ностальгию. Особенно пробираться было комфортно теперь, потягивая трубку с крепким табаком, выкупленную у торговца. Именно он, не табак, а торговец стал причиной местного сбора. Трубка же была единственным, после плохонького, местами ржавого меча, что купил Хаджар. Ему, после охоты, досталась часть добычи в виде целой шкуры оленя. За неё он и выручил эти два предмета и несколько серебрушек на сдачу. На земле Хаджар частенько дымил, потому как это было одно из немногих ощущений, на которые было способно его тело. В новом мире и забыть успел про вредную привычку. А учитывая выносливость и устойчивость тела практикующих, он мог себе позволить вернуться к ней. Так что, поблагодарив Робина за оказанную честь сидеть в совете, он молча курил и поглаживал лежащих на коленях меч. Вообще, это недоразумение было недостойно даже звания кухонного ножа, но за неимением лучшего. Сам же Робин сидел с перемотанной ногой, положив в сторону приспособление, слишком хорошо знакомое Хаджару. Деревянный костыль, долгое время заменявший ему ноги. Хорошо здесь у вас, протянул торговец, вытирая губы рукавом. Был он небольшого роста, с редкой растительностью на лице. Худой, как ветка, но жилистый и с бегающими глазками. Немного походил на ярмарочного карманника, каких в большом количестве успел повидать Хаджар. Не то, что в большом мире, а что в большом мире. Тут же схватился за оговорку старейшина. Дедушка, несмотря на домашний вид, был таки каким и полагается правителю, цепким и дотошным. Вникающим во все детали и ничего не пускающим на самотек. Собственно, таким он готовил и Робина, будущую смену. Об этом Хаджар узнал от сельчан, с которыми провел весь день. Сейчас же, под вечер, все разбрелись домой опробовать и хвастаться новыми покупками. Война, тут же ответил торговец. Хотя, она всегда там идет. Но теперь, его величество, совсем осерчал. Империя ему не помогает, так он собирает войска, чтобы против кочевников отбиваться. А те разве не с юга заходят? Спросил Хаджар, поднимая руку. Базара здесь не терпели, каждый мог говорить только после разрешения старейшины. С юга, согласился торговец. Раньше с юга, а теперь с востока повадились, со стороны горных хребтов, там легионов не стоит, вот они оттуда и заходят, грабят, насилуют, жгут, землю разоряют. А что король? Спросил старейшина. А что король, говорят, даже сына своего в армию отправил. Не любит он его. Вот дочь, в той душе не чает. О ее нарядах и слугах уже легенды ходит. У короля есть дочь? Вновь Хаджар поднял руку. А ты, парень откуда, свалился? Конечно есть. Первая красавица королевства. Волосы ее, чистое золото. Глаза изумруды. Кожа белее снега. А как саблю в руки возьмет, так лучше под землю зарываться. Говорят, близок тот час, когда Элийн шагнет на стадию небесного солдата. Хаджар сперва подавился дымом, потом выронил и порезался мечом, опрокашлившись. Прости, торговец. Что? Да, не ослышался. Небесного солдата ей прочит. Примус для этого все делает. Учителя из империи. Лучшие ресурсы. Нет, ты не понял, перебил Хаджар. Как ее зовут? Элийн. Элийн. Неужели это была его сестра? Нет, не может быть. Зачем Примусу удочерять ту, которая однажды может воткнуть ему нож в спину? Но почему, тогда Хаджар сердцем чувствует, что это она? Но как тогда она забыла их мать и отца? Но ведь описание подходит. И глаза и волосы, все как он запомнил. Его любимая, маленькая, взбалмошная сестренка тепль дочь Примуса. Нет, в это он поверить не мог. Вот только сердце подсказывало обратное. Так что сейчас идет активный набор в армию. И вновь Хаджар вздрогнул. И что, много кто идет? Спросил он. Достаточно, поржал плечами торговец с благодарностью, принимая еще одну миску похлебки. Завтра его ждала дорога в новую деревню. Много желающих, так их точно на рудник не заберут. И семью, тоже. Платит хорошо. Кормит прилично. Да и есть шанс шагнуть дальше по стадиям, если есть талант. Ну и, соответственно, продвинуться по служебной лестнице. А какой солдат, генералом не мечтает стать? Торговец засмеялся, а Хаджар задумался. И долго будет идти набор? Да в конце месяца заканчивается. Ближайший пункт, в весеннем. Только вряд ли тебя возьмут, молодой. Уж больно ты холеный. Мечта, поди, и в руках-то раньше не держал. А там экзамен проходить надо. Да и уровень должен быть не ниже шестой ступени узлов не позже 18 лет. Мужики переглянулись и только усмехнулись. Никто не стал просвещать чужака о недавних подвигах Хаджара. А тот лишь мысленно отсчитывал дни. До конца месяца оставалось меньше трех недель, а по словам Робина, до весеннего было больше месяца пешим ходом. Если без приключений или им. Хаджар, закутавшись в плащ, подаренный все тем же Робином, стоял на утесе. Он смотрел на падающую с обрыва воду и думал о своем, что ждало его впереди. Как ему добиться справедливости в этом суровом мире? Как успокоить духов отца и матери, чьи тела неизвестно где и как похоронены? Он мог стать вольным мечом, пойти работать на разных людей, в надежде, что когда-нибудь сможет сократить число голов в молитве до одного лишь короля. А уж там, спустя сотни лет тренировок, пробиться сквозь охрану дворца. Пусть и смертельное предприятие, но возможное. Но был и другой путь. Гораздо более тяжелый и кровавый, но куда как скорый. Он мог отправиться в. Размышляешь? Спросил бесшумно подошедший Робин. Хаджар от удивления чуть с обрыв не упал. Размышляю, кивнул он. Старик, пыхтя от натуги, встал рядом. В армию пойдешь? Не спрашивал, а утверждал старец. Помню я, как не любишь ты вояк. От чего туда идешь? Загадка для меня. Но скажу тебе вот что. Не важно, что тебе придется там делать. Не важно, насколько труден будет твой путь. Я знаю, ты его пройдешь. А когда закончишь с делами? Робин повернулся и крепко обнял Хаджара. Так крепко, что у парня затрещали кости. Ты знаешь, куда можешь вернуться. Здесь тебе всегда будут рады и всегда найдется кровать и изба. Не пропади, Хаджар. Мы будем тебя ждать. Принц обнял сельчанина, сглотнул непрошенный ком, поднял собранный им мешок и двинулся в ночной лес. Он ушел, не оборачиваясь, потому как боялся, что если обернуться, останется. Глава 30. Сегодня, на окраине Весеннего, города с населением в несколько миллионов, было на удивление оживленно. Здесь уже второй месяц стояла лагерем одна из армий короля. Каждое утро, на центральной площади города, глашатая объявляла возможности попробовать свои силы в экзамене. Желающих всегда набиралось приличное количество. Среди верениц мужчин и женщин, идущих в центр палаточного городка, временного соседа Весеннего, можно было найти совершенно разных людей. От простых бродяг, рассчитывающих, что их бесплатно покормят, до лихих искателей приключений. Но, в основном, это были либо младшие дети больших семей, либо те, кто не смог найти себе в городе занятия по душе. Кто-то, конечно, шел от недоедания, кто-то от бедности. Кого-то влекла власть, других манили описываемые глашатаем перспективы. Если его послушать, так любой записавшийся в ряды служивых уже через пару лет мог рассчитывать на генеральскую броню и регулярные обеды в столице. Увы, мало кто из желающих попасть в ряда военных мог выдержать вступительный экзамен. Среди колонны, медленно двигающейся в сторону огромного плаца в центре палаточного лабиринта, стоял высокий юноша. Он возвышался над окружающими примерно на голову, что его немного удивляло. Длинные, густые черные волосы были собраны в хвост и скреплены кожаным ремешком. Вместо камзола или куртки, как носили большинство мужчин, он был замотан в простые синие одежды. Местами грязные, местами изорванные, они слабо походили на дворянскую робу. А вместо пояса, веревка, на которой болталась деревянная бутыль для воды. Ботинки или сапоги ему заменяли намотанные на лапте тряпки, скрепленные широкими лентами. У пояса он придерживал ржавый меч, соломенная, широкая шляпа закрывала лицо, и то и дело он пускал дым из трубки. Табак с западных плантаций? Спросили рядом. Хаджар повернулся. Рядом с ним стоял единственный, на кого он мог не смотреть сверху вниз. Такой же высокий юноша, как и он сам. Только одетый поприличней. Кожаный камзол, высокие ботинки, черные штаны из прочной ткани. Правда ни оружия, ни даже ножа, юноша при себе не имел. На лицо он был достаточно красив, широкие скулы, волевой подбородок, цепкий и спокойный взгляд серых глаз. Как и Хаджар, он носил длинные волосы, но не связывал их в хвост. В руках же юноша держал такую же, простецкую трубку. Только вот дым из нее шел совсем другого вкуса. Наверное, пожал плечами Хаджар. Юноша пару раз хлопнул глазами. Ты не знаешь, что куришь? Принц только мысленно улыбнулся. Там, на земле, он просто оставлял сигарету тлеть рядом с кроватью, так что сложно было сказать, что он вообще курил когда-либо. Меня зовут Нера, представился юноша, протягивая руку. Хаджар. Ладонью юноши была тяжелой, но кожа мягкой. Судя по внешнему виду и отсутствию мозолей, наверняка младший сын торговца. Ну или и вовсе, молодой дворянчик, сбежавший из-под крыла чересчур заботливых родителей. Смотрю, ты со своим пришел. Нера кивнул в сторону ржавого меча. Хаджар заметил легкий оттенок насмешки в чистом взгляде с собеседника. Дорога длинной была, от разбойников защищался. Хэм, протянул юноша. То есть, они видели, насколько ты беден и сразу убегали. Принц засмеялся. Нет, предлагали немного денег и хлеба, сквозь смех добавил Хаджар. Нера прыснул, а затем они уже оба хохотали в голос, чем изрядно раздражали окружающих. Ты откуда будешь? Спросил Нера, убирая трубку в карман. Из деревни, примерно месяц пути отсюда. А ты? Да я местный. Отмахнулся Нера. Из весеннего Хаджар посмотрел в сторону плаца. Там уже собирали очередную группу из желающих попробовать свои силы. По скромным прикидкам, его очередь подойдет не раньше, чем через четверть часа. А что лучше скрасит время, чем непринужденная болтовня. От невесты сбежал? Улыбнулся Хаджар, тоже убирая трубку. От невесты бы я не сбегал, я бы с ней, тут Нера мечтательно вздохнул. Да и вообще, что за мужчина бежит от женщины? Женщины нет, Хаджар из деревни, я ни от кого не бежал. Зачем же тогда в армию? Семья заставила, пожал плечами юноша. У нас принято так идти служить. Военные? Скорее, чиновники. Мелкие, небольшие, но чиновники. Кто-то работает в суде, другие в порту. А мне, видимо, должности не хватило. Вот и отправили в армию. К тому же, всегда удобно, когда в семье чиновников есть военный офицер. Всегда знаешь, кому нести взятки. Нера прищурился и улыбнулся краешком губ. Из деревни, говоришь, что ж это за деревня такая, Хаджар, что у тебя такие мысли в голове? Принц пожал плечами. Ну так я целый месяц добирался. Успел выучить образ жизни городских. Они переглянулись и снова улыбнулись. Такое бывает, что вот раз, и встретишь родственную душу. Поболтаешь, посмеешься, разойдешься и не вспомнишь даже. Но в этот момент, пока разговариваешь, кажется, будто знаешь человека всю жизнь и даже больше. Говорят, таких людей сводит красная нить. Судьба, оплетающая каждое живое и неживое создание в этом мире. А ты чего здесь забыл, Хаджар? Или думаешь, что армия, как и разбойники, тебя бесплатно покормит? Просто, покормит, поправил Хаджар. А еще оденут, дадут крышу над головой и меч заменит. Нера чуть вытянул шею и окинул взглядом палатки. Простые, одноместные, белые палатки из парусины. Только вдалеке у офицеров стояли сооружения побольше, даже с некоторым подобием входа. Дальше же, если прищуриться, можно было различить шатры командования и самый большой, генеральский. А еще я слышал, что у них по пятницам приводит жриц любви, причмокнул губами Нера. Хаджар опять засмеялся. Так ты идешь, потому что семья заставила или из-за женщин? Я все в этой жизни делаю из-за женщин, мой новый друг. Какой смысл жить, если не ради женщин? Их пышных и упругих грудей, длинных ног, широких бедер, атласной кожи. Юноша едва не облизывался, чем вгонял в краску некоторых девушек, стоявших рядом. В отличие от деревень, большой мир особым сексизмом не страдал. Если человек был достаточно силен в своем развитии боевых искусств, то какая разница, какого он пола? Так что держись меня, Хаджар из деревни, и тебе будет обеспечена не только мягкая, но и теплая постель. Они синхронно обернулись и окинули взглядом стоявших за ними леди. Те покраснели и едва ли не прорычали. Уррр роды. Я или он? Тут же спросил Нера. Потому что, спешу заметить, моя несравненная красота известна на весь вечный. А мне говорили, что я первый парень на деревне. Поспешу поспорить, мой новый друг весенний куда как больше деревни, соответственно моя красота объективней. Зато у нас в деревне девушки симпатичнее. Нера наиграно схватился за сердце. Девушки, которые красивее, чем в весеннем. Ты просто обязан отвезти меня на свою родину. Боюсь, тебя там закидают камнями, даже побитым. Но я доберусь до этих сказочных созданий. Леди позади уже тянулись к палкам, привязанными к поясу. Наверное, они принесли их с собой, чтобы не чувствовать себя вторыми после мужчин. Ну или просто, не могли обойтись без палки. Хаджар отмахнулся от таких мыслей. Правильно говорят, с кем поведешься, от того и наберешься. Эй, вы, двое. Гаркнул солдат в черном доспехе. Он, изнывающий от жары, всеми силами пытался отодвинуть нагрудник от тела. От этого выглядел весьма комично. Марш на плац. Проклятие, что ж так жарко. Ну, было приятно познакомиться. Хаджар, Нера протянул руку. Взаимно ответил на жест Хаджар. И они разошлись в разные стороны. Желающих было слишком много, так что плац поделили на четыре части. В каждой, отдельной группы, проходили одинаковые испытания. Хаджар подошел к столу, за которым сидело четыре человека, смахивающих на ученых. Лишь только смахивающих, потому как на фоне южного ветра они выглядели как шарлатаны. С выпеченными из роп мамонами, масляными глазками и жирными пальцами. Они указали Хаджару на большой череп какой-то твари. Положи туда руку, сказал один из них. И если она не откусит тебе кисть, значит ты подходишь по возрасту и стадии. А какие требования? Решил уточнить Хаджар. На самом деле он просто тянул время, потому как не был уверен в показаниях нейросити. Для рядового, не ниже шестой ступени телесных узлов в возрасте до 18 лет. А как вы определите? Ученый уже собирался ответить, как его перебил коллега. Смерть. Не задерживай очередь. Клади свою вонючую культю или убирайся с глаз моих. Хаджар пожал плечами и положил ладонь внутрь пасти, нащупав там небольшую сферу из холодного камня. Телесные реки, первая ступень. Возраст, меньше 18 лет, тут же записал в огромном свитке крайний и, видимо, самый здравомыслящий из ученых. Имя. Хаджар. Полное. Хаджар. Травис. Слушай меня внимательно, Хаджар. Скучающим тоном ученый начал вещать отработанную им речь. Твой уровень развития позволяет участвовать в экзамене на офицера. Он намного сложнее, нежели на рядового солдата. Но оклад будет выше и условия лучше. Начнешь с небольшого звания младшего лейтенанта. В подчинение тебе сразу, разумеется, никого не дадут. А если провалюсь, тогда тебя сразу примут в рядовые. Удобно. По сути, он ничего не терял, участвуя в экзамене на офицера. Я участвую в офицерском экзамене, не мешкая, ответил Хаджар. Глава 31. Тогда я приму у тебя первый этап, если пройдешь, скажу куда дальше. Согласен, Хаджар кивнул. Тогда начертив в воздухе иероглифы, обозначающие дом, меч и свет. Видимо, таким образом его проверяли на грамотность. Хаджар тут же начертил требуемые символы. Даже не будь у него не роситель и ее базы данных, он все же оставался грамотным человеком. Насколько вообще кто-либо может быть человеком с сердцем дракона в груди? Не просто же так в качестве фамилии Хаджар выбрал имя почившего дракона. Скажи мне, какую траву я должен приложить к ране для скорейшего излечения? Хотелось ответить, подорожник, но такого растения здесь не существовало. Смоченный в воде лист желтого дерева. Сколько мне придется отдать, если я возьму у ростовщика заем под 20 процентов? Какая глупая ловушка, тем не менее вызвавшая усмешки у ученых, наблюдавших за бесплатным представлением. Они ведь видели перед собой вовсе не принца Лидуса, а простого деревенского паренька с ржавым мечом. Ну да, приличный уровень развития для того захолустья, из которого вылез. Наверное, ему повезло наткнуться на какое-нибудь редкое растение или еще какое приключение. А сколько вы возьмете? Одну золотую. Тогда одну золотую и 20 серебряных. Ученый кивнул, что-то отметил в свитке и указал в сторону тропинку, ведущей на совершенно другой плац. Там не было очереди, а размерами он был больше раз в пять. Держи. Ученый протянул деревянную плашку с именем и подписью. Удачи. Спасибо, кивнул Хаджар. Отходя от стола, он обернулся. Нера, обливаясь потом, обнял огромный Чан. Весом тот был явно больше, чем 50 килограмм. Сцепив зубы, он выпрямил ноги и держал Чан почти 10 секунд, пока не скинул обратно на землю. Что-то рыкнул принимавший экзамен. Офицер и Нера пошел в другую секцию, тому же боролось несколько пар, пытаясь повалить соперника в песок. Нера же, судя по волчьему взгляду, пытался встать в очередь так, чтобы ему достался не соперник, а соперница. Хаджар мысленно пожелал новому знакомому удачи. Сам он, минуя несколько палаток, подошел к огромному плацу. Здесь его встретил офицер в классической, металлического цвета броне. Никаких цветов выкрутасов или рисунков, как у простых рядовых. Да и качеством, судя по ощущениям, она была повыше. Печать, протянул он руку. Хаджар вложил в нее плашку. Первая ступень рек. Недовольно фыркнул офицер. Да и хлипкий ты какой-то. Ветром не сдувает? Только если не позавтракаю. Смешно, кивнул офицер. Если ноги руки поломают, армия ответственности не несет. Если кровь пустит, ответственности не несет. Если кишки на песок вывалятся, ответственности не несете. Но предоставим лекаря. Все понятно? Да, офицер. Тогда брось свой хлам. Воин указал на кучу такого же оружия, каким владел Хаджар. Ржавые мечи, сабли, ножи, кинжалы, даже пара копий. Все это было свалено в одну груду металлолома. Хаджару было жаль расставаться с мечом, который он купил на честно заработанные деньги. Пусть даже с таки плохим. Он вообще-то денег стоит. Если пройдешь, получишь нормальный. Если нет, рядовым тоже что-то выдают. Хаджару не понравилась формулировка что-то, но, наткнувшись на непреклонный взгляд офицера, решил не спорить. Он отвязал меч и бросил в кучу, невольно вздрагивая от металлического грохота. И, кажется, от его клинка откололся небольшой кусочек. Что ж, значит ему крупно повезло, что по дороге в город он не встретил в лесу ни единого зверя. Возможно, наточенный дротик был лучшим оружием, нежели то, что ему продал торговец. У плаца, по размерам малоуступающего некоторым площадям, уже стояло около сотни испытуемых. Впереди же выстроилось несколько офицеров, а среди них старший. Мужчина, в белом плаще из шкуры горного тигра. Зверя, стадии пробуждения разума. Интересно, ему не жарко было? Или показать свой статус? Важнее, чем сохранить хоть немного комфорта. Теперь, когда вас ровно сто, можем начать. Вперед вышел офицер с бородкой в лучших традициях западных экранизациях знаменитого романа Дюма. Для начала, мы проверим вас на силу. Эта часть экзамена мало отличается от той, что вы видели у рядовых. Выходим по четверо. На песок сразу ступили четыре человека. Три парня и одна девушка. Хрупкой ее было сложно назвать, но и на толстуху тоже не тянуло. Скорее, крепко сбитая, напоминающая хрестоматийную булочницу или продавщицу молока. Вот только вместо металлических чанов, перед ними лежали гири. Каменные. До смешного они напоминали те, что тягали жители деревни в долине ручьев. Вот только размерами, намного меньше. Собственно, как и сами жители внешнего мира. За почти месяц жизни в деревне, Хаджар привык, что он был среднего роста. Теперь же возвышался над всеми, как смотровая башня. Первый же экзаменуемый не смог поднять самую маленькую гирю. Его тут же отправили в сторону рядовых. Тот попросил второй попытки, но тут же ретировался. Стоило только одному из офицеров коснуться Эфеса. Из первой четверки самую легкую из гирь смогла поднять лишь женщина. Вот тебе и гендерные стереотипы. Девушка, опустив первый снаряд, подошла ко второму. Сдалась она лишь на четвертом. Офицеры что-то отметили в свитках и попросили ей подождать в сторонке. Та, обливаясь потом, тяжело дыша, опустилась на сколоченную из досок скамью. После первых очередь начала довольно быстро редеть. Из сотни испытуемых, примерно 20 не справились с первой же гирей и их отправили обратно. На лицах уходящих явно читалось разочарование. Как же так получалось, что люди примерно одинаковых стадий развития показывали настолько разные результаты. Просто потому, что стадии – лишь поверхностные условности. А если копнуть глубже, то тут и начиналась настоящая разница. Разница в таланте, ну или в силе воли и труде. Наконец, пришла очередь Хаджара. Он вступил на песок последним. Привычно плюнув на ладони, он подошел к первой гире. Встал поудобнее, зафиксировал позицию, выпрямил спину и срывка чуть было не выкинул гирю в небо. Она весила не меньше сотни килограмм и лишь недавно такой вес вызвал у него едва ли рвотный позыв. Теперь же он поднял ее пусть и с усилием, но намного меньшим, чем рассчитывал. Дальше, поторопил офицер. Хаджар подошел ко второй. Она была размером с футбольный мяч, но, видимо, сделана из другого материала, нежели деревенская. Весом в 150 килограмм она стала серьезным вызовом возможностям Хаджара. Чувствуя, как вздуваются мышцы и вытягиваются жилы, он сперва поднял ее на уровень пояса. Потом, собрав всю силу и волю в кулак, на выдохе поднял в небо и тут же уронил на землю. Тяжело дыша, он, не дожидаясь команды, подошел к следующей. Две сотни килограмм, почти нереальный для его нынешнего тела вес. И все же, он смог его поднять. Да, не на зачетную позицию, не смог вытянуть урку над головой. Но все же он смог поднять гирю на уровень пояса. 15 минут на отдых и проверим ваши ловкости реакцию, скомандовал офицер. Пока солдаты на побегушках выставляли на плацу переносную полосу препятствия, Хаджар смотрел на свои дрожащие руки. Какого демона с ним происходило? Он уже давно высчитал, что одна единица силы равняется примерно сотне килограмм поднимаемого веса. При его способностях, он и вторую-то гирю поднять не должен был. Статус, приказал Хаджар. Имя Хаджар. Уровень развития. Телесные реки 1. Сила 1.1. Ловкость 1.3. Телосложение 1.01. Очки энергии 1.7. Несколько раз прочитав сообщение, Хаджар не нашел в нем ничего для себя нового. Тогда он посмотрел на сидевшую вдалеке девушку. Ту, которая и третью гирю смогла поднять, сканировать. Имя Ариэль. Уровень развития. Телесные реки 5. Сила 1.8. Ловкость 1.5. Телосложение 1.99. Очки энергии 2.3. Видимо нейросеть, постоянно собирающая информацию, успела как-то зафиксировать имя практикующей. Мэйжетта сама его кому-то назвала, может где в свитке появилась. Хаджар постоянно собирал любую информацию в базу данных, так он мог увеличивать аналитические способности нейросити. И все же, сейчас он не мог понять, то ли он дурак, то ли что-то произошло с вычислительными способностями прошивки. Почему до этого безотказно работающая математика сейчас так сильно его подводила? Нутро подсказывало, что это было как-то связано с сердцем, спокойно бьющимся в груди Хаджара. Продолжаем. Гаркнул офицер. Глава 32. Следующим испытанием стало вызвавшее у Хаджара ностальгию скопление тренировочных кукол. Они змейкой были поставлены по краям утоптанной дорожки. Каждая из кукол была вооружена ножом, с нанесенной на кромку красной краской. Ваша задача, пройти полосу так, чтобы на вас осталось не больше двух отметин, вещал офицер. Ножи затуплены, но если удар хорошо по вам ляжет, то придется зашивать. Так что кто не уверен в своих способностях, лучше сразу уйти. Того, что вы показали на прошлом испытании достаточно, чтобы попасть в армию рядовым. А этот экзамен вы сможете повторить через год, если вам 19 или меньше. Офицер дал обдумать ситуацию, но никто так и не отправился в сторону рядовых. Те, кто достигали стадии телесных рек уже видели себя будущими адептами. А стать адептом без должной самоотдачи и мотивации было очень сложно, практически невозможно. Так что каждый из присутствующих обладал достаточной силой воли, чтобы не искуситься синицей в руки. Раз так, то приступим. На этот раз начнем с конца. Офицер указал на Хаджара. Тот поднялся, немного расстраиваясь тому, что он не последний. Так у него было бы больше времени на отдых. Хаджар поднялся, отряхнул одежды и подошел к полосе. Стоявшие по бокам офицеры сделали несколько жестов руками. Их ладони окутались мерным, серым свечением и куклы пришли в действие. Они крутились на разных уровнях. Какие-то метили в колени, другие били ножами по лодыжкам, большинство же оказывались где-то в районе груди и шеи. Порой они меняли скорость или собственный уровень. Их механические тела то поднимались, то опускались. Хаджар вздохнул и прикрыл глаза. Он бы мог воспользоваться нейросетью. Запросить ее подсказку и та бы мигом рассчитала бы оптимальный путь. Легко бы определила паттерны все, стоило только двигаться в соответствии с воспроизводимой ей голограммой. Но это была не его, Хаджара сила. Так бы он мог поступить, и поступал не раз во время тренировок. Но сейчас его ждало испытание. Плевать на армию, испытание месяца его тренировок в деревне, испытание его нового тела. Открыв глаза, Хаджар пошел вперед. То, что увидели зрители, не поддавалось никакому логическому объяснению. Даже старший офицер, и тот, отвлекся от бокала с холодным, разбавленным вином и со слегка приоткрытым ртом смотрел за экзаменуемым. Что можно ожидать от человека, вступившего на подобную полосу? Ну, если его не ранит первая же кукла, то прыжков, у воротов, нелепых падений, едва ли не дерганий припадочного. Но уж точно не того, что увидели зрители. Хаджар шел так же спокойно, как если бы прогуливался по берегу озера в погожий день. Ветер обдувал его длинные волосы, раскидывая в стороны полы просторных, оборванных одежд. Единственным, что привлекало внимание в этой походке, движение ног. Они не шли, а будто плыли по песку, оставляя за собой едва ли заметные следы. Техника шагов выдохнул старший офицер. Он сам освоил ее лишь год назад, и это стало одним из факторов, благодаря которому ему удалось продвинуться по служебной лестнице. На словах, ничего сложного, простое умение двигаться без лишних движений. Как бы глупо это ни звучало. На деле же, чтобы освоить технику шагов на уровне до трансформации, нужно обладать просто безумным талантом. Не к развитию, а к самой сути боевых искусств, к сражению. Хаджар, внешне спокойный, внутри едва ли не стонал от повышенной концентрации. При помощи всех органов чувств, он следил за каждым движением в радиусе едва ли не метра вокруг него. А мысленно, предсказывал их движение и выбирал один лишь шаг, который должен был стать выходом сразу для всех ситуаций. Почти как одновременный сеанс в шахматы сразу сотни людей. Именно это, техника шагов. Вовсе не умение правильно двигаться, хотя оно и было основой, а способность быстро реагировать и думать. Чистый и ясный разум, вот главное оружие практикующего боевые искусства. Спустя пять минут неспешной ходьбы, Хаджар вышел по ту сторону от полосы. Он осмотрел себя и обнаружил лишь одну красную полосу на уровне щиколотки. Все же, его начальная техника шагов пока была не в идеальном состоянии. Разум не находился в полной синхронизации с телом и именно поэтому, куклы смогли его задеть. Если бы здесь был мастер, он бы прошел эту полосу так, что ножи кукол даже бы в десяти сантиметрах от него не пролетали. За чтено опомнился офицер и опять что-то отметил в свитке. Хаджар сел обратно. Его ноги и руки слегка дрожали, так что он закрыл глаза и начаровно дышать, поглощая энергию мира. Она не только подходила для развития, но и для восстановления. Говорили даже, что настоящие адепты могли годами не принимать ни пищи ни воды, лишь энергию. Хаджар в это почти не верил. Судя по звукам, а также по неловким попыткам попросить второй попытки, примерно еще половина не справилась с заданием. В итоге, когда Хаджар открыл глаза, он увидел лишь половину из тех, кто добрался до второго раунда. И все они были измазаны в красной краске. Лишь только один низкорослый, худощавый парнишка остался незадетым. Правильно говорят, как бы ни была высока твоя гора, всегда найдется выше. Хаджару было куда стремиться и с кем соперничать, но он был этому только рад. Следующий этап, последний, вещал офицер, пока рядовые солдаты убирали куклы и чистили плац. Они, создав некоторые подобия арены на песке, поставили по периметру несколько стоек с разнообразным оружием. Намного лучшим, нежели то, каким последний месяц владел Хаджар. Но намного хуже тех, что находились во владении мастера. Впрочем, к ему сравнивать королевский дворец и передвижной армейский лагерь. Мы будем называть пары, сражайтесь до первой крови или до сдачи. Но помните, победа не главное. Главное, продемонстрировать все ваши умения. Вас осталось 20 человек, а отберем мы только 5 из победителей. Так что, даже если вам удастся одолеть противника, но сделаете вы это просто и безинтересно, то можете смело отправляться в лагерь для рядовых. Испытуемые переглянулись. В глазах каждого пылали решимость и готовность к схваткам. Первая пара. Генерал. Воскликнул старший офицер и рухнул на одно колено. Он с грохотом стукнул кулаком по латаному нагруднику и склонил голову. Так же поступили и остальные офицеры. Экзаменуемые же просто опустились в низком поклоне, сгибаясь едва ли не на все 90 градусов. Волосы рухнули на лицо сгорбившемуся Хаджару. Они прикрывали его цепкий взгляд. Он видел, как рядом с двумя высоченными офицерами, закованными в тяжелую броню, шла хрупкая блондинка с тугой, толстой косой одетая в простые одежды. Она носила половинчатую броню. Видимо, сняла нагрудник, но оставила перчатки и нижний корсет. Что-то вроде металлической юбки, порой доходящей до самых бедер. Женщины в армии здесь были будничным делом, так что им уже давно придумали подходящую броню. На голове же генерала лежал забавный металлический венец с тремя жалами. Центральная прикрывала слегка курносый носик, а два, по бокам обрамляли красивое овальное лицо. Генерал была достаточно красива, чтобы разбить даже самое черствое сердце. И, видимо, несмотря на хрупкость, обладала поразительной силой. В правой руке она держала осадные копья, едва ли не вдвое превышающие ее рост. Но вовсе не красавица в броне и генеральской печатью привлекла внимание Хаджара. Рядом с ней, гордо задрав подбородок, чванливо шествовал человек, чье лицо Хаджар не забудет. Это был тот, кто сжег чистый лук. Тот, кто убил Стефу и Сенту и всех тех, с кем последние пять лет жил Хаджар. Сын местного главного генерала попался, едва слышно прорычал Хаджар, опуская взгляд. На его лице плясала полубезумная улыбка, а внутри драконьего сердца разгоралось пламя. Глава 33. Генерал поприветствовала солдат едва заметным кивком головы. Ей тут же вынесли довольно удобный резной стул. Поставив копье рядом, она опустилась на него и взмахом руки позволила продолжать экзамен. Выглядела она так, как и подобает генералу. Спокойно, уверенно и властно. Для Хаджара это было, все же, немного непривычно. Женщина-генерал, но у местных не вызвала ни капли удивления. И все же, Хаджар смотрел вовсе не на нее, а на сынка местного чиновника в погонах. Выглядел тот так же, как и при их прошлой встрече. Разве что теперь его щеку украшал длинный, ровный шрам. Тот его все время пытался спрятать, но такую отметину довольно сложно скрыть от глаз. Белая, жирная линия пересекала его холеное лицо и спускалась ниже, скрываясь где-то под дорогущими одеждами. Стоили они намного больше, нежели те, в каких ходила генерал. Видимо именно от этого, пока ты не видела, сынок бросал в сторону командования взгляды полные надменности и превосходства. Видимо он был не согласен с подобной расстановкой сил на иерархической лестнице. На плац вышла первая пара. Девушка Ариэль, которая лишь каким-то чудом при своей медлительности смогла пройти полосы. И тот самый низкорослый юноша, который показал лучший результат. Девушка выбрала тяжелый, боевой молот, а парнишка – два кинжала. Он выглядел и двигался так, что в его прошлом не оставалось никаких сомнений. В армейские офицерские ряды решил затесаться бывший работник ножа и топора. Может его из банды поперли, или просто решили посадить в армию своего человека. Здесь это было чем-то самим собой разумеющимся. Крупные банды даже становились официальными группировками. Просто начинали именовать себя сектами, а если были организованы по принципу мафии, то – семейными кланами. Так что никогда не знаешь, нормальная ли секта или клан, или бывшая, а то и действующая банда. Начали. Генерал скрестил руки на груди. Наверное, не будь на ней столько доспехов, это выглядело бы несколько заманчиво. А так, весьма по-деловому. Ариэль, выдохнув, понеслась вперед подобно стенобитному тарану. Молот в ее руках выглядел не медлительной грудой металла, а весьма грозным оружием. Когда же она со всей силой опустила его вниз, то по земле прошлись настоящие волны, разбрасывающие песок в стороны. Вот только юркого парнишки на месте удара не оказалось. Он одним кинжалом показательно ковырялся в зубах, а второй держал у горла девушки. Сам же при этом стоя у той за спиной, большинство так и не увидело, как он успел всего за пару мгновений переместиться из одного места в другое. Лишь немногие успели различить юркий силуэт, размазанный серой тенью. Хаджар увидел больше, то, что несмотря на показательную будничность исполнения, трюк дался юноше очень тяжело. Благодаря своей восьмой ступени телесных рек, он смог перенаправить всю энергию в ноги. От этого его начальная техника шагов на долю мгновения приобрела свойство смертной техники. И именно благодаря полученной скорости, он смог за считанные секунды выиграть схватку. Ведь как бы ни был силен противник, если ты быстрее него, то у тебя всегда будет преимущество. Если, конечно же, ты не попадешь под удар. Следующая пара. После того, как Ариэль, положив молот обратно на стойку, понура поплелась в сторону лагеря рядовых, на плац вышли следующие. Их бой был довольно длительным. Один парень держал в руках Ростова щиты булаву, а второй – алибарду. Они махались едва ли не десяток минут, пока офицер их не остановил. В итоге оба отправились следом за Ариэль. Был здесь и лучник, его взяли в офицеры сразу, как только он выпустил первую стрелу. Хороших практикующих лучников всегда не хватало, так что их очень ценили и ими дорожили. Настолько, что даже генералу достоило парня отдельным кивком головы, видимо, его уже ждало весьма радужное будущее. Пару раз кто-то взял боевой посох, довольно распространенное оружие для деревень и поселков. Добротное железо там сложно отыскать, да и оружие стоит прилично. А вырезать себе посох и научиться кое-как им размахивать, куда проще. Вот только не стоит недооценивать настоящих мастеров этого дела. Выходи, офицер указал на Хаджара. В противники ему подобрали поджарого парня. Они выходили одной из последних пар соперников. К этому времени песок на плацу местами уже был раскидан, обнажив затоптанную землю. Наверное, ближайшие несколько лет трава здесь расти не будет. Местами виднелись кровавые сгустки. Некоторым, кто не успел защититься от вражеского выпада, требовались лекари. Таких уводили в сторону больших шатров, заменявших армии целебницу. Чаще всего экзаменуемым требовалось наложить шину и вправить открытый перелом. Различные молоты, посохи, жезлы и булавы были самым популярным выбором. На второй месте шли копья, сабли и ножи с кинжалами. На третьем – луки и мечи. Два самых сложных в освоении и самых дорогих оружия. Два короля на поле битвы. Хаджар, как и его соперник, были первыми, кто выбрал меч. Это взывало интерес у всех зрителей, чье число, на удивление, лишь увеличилось. К арене подоспели закончившие с делами офицеры и незанятые рутиной рядовые. Каждый из них, приходя на арену, падал на колено и приветствовал генерала. Так ранее редко отвечало кивком головы, в основном и вовсе не замечая окружающих людей. Ни по рангу. Хаджар подошел к стойке с мечами вторым. Это сразу его поставило в невыгодное положение, потому как у соперника был шанс выбрать лучший меч. На поверку же оказалось, что из десятка повешенных за гарды клинков не нашлось ни одного выдающегося качества. Все на одном уровне, достаточном, чтобы размахивать в сражении двух армий, но не более. Это не что-то, что вызывало бы интерес адепта. Хотя, говорят, настоящие адепты даже без меча обходиться могут. Говорят, те, кто шагнул дальше рыцаря духа, способны концентрировать энергию так плотно, что им достаточно вытянуть вперед указательный и средний палец и из этого жеста появится призрачный клинок. Намного слабее, чем настоящее оружие, но все же способны использовать техники. Хаджар выбрал классический меч. Узкое лезвие с двумя режущими кромками. Длинное жало. Почти отсутствующая, прямоугольная гарда. Рукоять, обвитая телячьей кожей, приятно легла в руку. Хаджар, идя в круг, пару раз качнул клинком, привыкая к балансу и весу. Противник перед ним принял стандартную стойку. Левая рука, служащая одновременно и балансом и прицелом, застыла в том самом жесте. Указательный и средний палец вместе, а остальные сжаты. Хаджар встал расслабленно, не принимая и вовсе никакой из десятка известных ему стойк. Он, игнорируя снисходительную улыбку тренированного соперника, прикрыл глаза и подставил лицо восточному ветру. Сколько же лет прошло с тех пор, как он сражался на мечах? Кажется, это было в прошлой жизни. Одно из многих. Начали. Прозвучал уже ставший привычным сигнал. В отличие от остальных, мечники не бегали зайцами по арене. Не кричали, не ухали, не гокали. Хаджар остался стоять на месте, наслаждаясь свежим ветром, обдувающим покрывшуюся испаренной кожу. Он так и стоял, закрыв глаза и опустив меч к земле. К нему медленно приближался противник. Забавно, будто крапон передвигался на широко расставленных ногах, придерживаясь всей той же стойки. Права рука вытянута вперед, обнажая едва ли не скорпионья и жала клинка, левая занесена над головой. Противник думал, что перед ним стоит выскочка деревенщина. Да, владеющий техников шагов, видимо, обладая каким-то средним талантом смог научиться этому проводя время за ловлей змей. Считал себя гением, на фоне селян. Оттого и меч держать даже не умел. Совсем не то, что он, проведший последние 10 лет в лучшей фехтовальной школе весеннего. Его даже учитель хвалил. Говорил, что у него есть способности к мечу. Противник совсем не замечал насмешливых зрительских переглядываний. Про себя они уже давно окрестили его Крабом. Краб, как и учили его в школе, переместил центр тяжести тела в сторону яблока на рукояти меча и тут же сделал выпад. Жала, со свистом рассекая воздух, полетела в сторону так и не открывшего глаза Хаджара. Глава 34. Краб уже видел, как жала рассекает тряпки, заменявшие одежды тупому селянину. Чувствовал, как железо бьет о кости, дробит их и разбивает в мелкую крошку. Слышал предсмертный вопль противника. Это другие экзаменуемые могли уйти срезанными ранами или переломами. В сражениях мечников смерть была обыденным делом. Слишком уж жестоко и прямолинейно было оружие, служившее лишь для одной цели – убийства. Даже в тренировках с затупленными клинками нередки были летальные исходы, чего уж говорить о битве за место офицера. Краб, когда выиграет схватку, в чем он не сомневался, смог бы помочь его семье переехать с окраин города в центро. Они бы купили хороший дом. Его сестра нашла бы себе хорошего мужа. Отец мог бы уйти с рынка, а мать перестать шить. Да и сам бы он, наконец, смог вдоволь насладиться женским вниманием. Все же армейский офицер. Его лицо украшала мечтательная улыбка, тут же померкшая, стоило только противнику открыть глаза. В этих синих, бездонных пропастях он увидел свернувшего кольцом яростного зверя. Хаджар даже не сдвинулся с места. Он лишь сделал легкий полуоборот, пропуская вражеский меч в сантиметра от тела. Противник пролетел мимо, но вовремя опомнившись, выставил вперед ногу. Перенося на нее весь свой весь, он выпрямился и, изворачиваясь ужом, нанес секущий удар. Будь Хаджар лишь на мгновение медлительней, и его голова разделилась бы на две части. Но Хаджар не был и близок к слову «медленный». Он, вновь не сходя места, качнул телом назад, а когда клинок оказался где-то в небе, толкнул противнику рукоятью меча в грудь. Тот потерял равновесие и упал на пятую точку. Тут же ушел перекатом в сторону, поднялся и нанес новый удар. На этот раз Хаджар обогнул его так же плавно, как ветка плачущей ивы, ведомая движениями ветра. Оказавшись в безопасной зоне, позади центра вражеского клинка, Хаджар вновь бросил противника на землю. Хаджар стоял все так же спокойно и безмятежно. Поглощенный схваткой, он не замечал, что зрители не могли отвести от него взгляда. Этот деревенщина, лишь недавно вызывавший у них даже больше насмешек нежели краб, внезапно изменился. Стоило ему взять в руки меч, и он приобрел нет, невеличие. Что-то намного более страшное, нежели величие. Многие невольно потянулись к оружию. Кто-то, сам того не осознавая, проверил плотно ли сидит доспех. Им казалось, что на арене стоит не человек, а дикий зверь. Опасный и свирепый, готовый впиться в твою глотку лишь потому, что ты нарушишь границы его территории. И эта территория была едва ли не видна. Круг, примерно в метр диаметром, в центре которого стоял высокий юноша в рваных холамидах, заменявших ему робах. Вот была та граница, за которую мало кто из зрителей рискнул бы переступить. Как тебя зовут? Спросил Краб, поднимаясь на ноги. Он принял странную стойку, будто пытался пародировать спящую цаплю, поджавшую одну лапу. Хаджар, прозвучал спокойный ответ. Тогда смотри, Хаджар. Этой технике обучил меня лучший фехтовальщик весеннего. Впрочем, в своей деревне, ты, наверное, и не слышал, что такое техники меча. Тогда позволь же мне показать тебе, насколько огромен этот мир, и что твои шаги в нем не больше, чем детская забава. Краб выдохнул, и вокруг его клинка засветилось синее сияние. Оно дрожало, пыталось улизнуть с лезвия, но все же оставалось на месте. Зрители едва не сделали шаг вперед, чтобы лучше рассмотреть происходящее. Еще 10 лет, техника уровня смертного считалась в лиду со чем-то невероятным и даже мифическим. А теперь, благодаря империи, ей могли владеть даже школы в таком захолустье, как весенний. Да, судя по интенсивности свечения и тому, какое пространство вокруг клинка оно занимало, краб не был в ней силен. Возможно, находился на начальных уровнях техники. Не больше. Но все же, не все офицеры из нижнего звена могли похвастаться такими достижениями. Хаджар же, внешне оставаясь спокойным, внутренне напрягся. Да, он тоже знал смертную технику. Технику поджаренного воробья. Вот только, если примус не дурак, то уже все его ищейки знали об этом. Именно поэтому Хаджар ни за что не станет ее использовать раньше срока. А то, что использовал его противник, действительно находилось за гранью возможностей шагов. Даже самый быстрый заяц не всегда способен уйти от лисы. Потому как в мире бывает такая сила, которая намного превосходит скорость. И именно таковой была смертная техника по сравнению с обычной техникой движения. «Просыпающаяся цапля», выкрикнул краб, подтверждая догадку Хаджара. Противник взмахнул рукой и народ услышал крик цапли. Он пронзил их уши, а следом, в сторону Хаджара, полетел синий рубящий удар меча. Нет, краб вовсе не находился на уровне единого с мечом, просто техника позволила ему ударить цель находящуюся на расстоянии в семь шагов. И ударить так, что даже будь Хаджар одет в полный доспех, его бы рассекло так же просто, как горячий нож масла. Удар был быстрым. Настолько, что оставлял за собой призрачный синий шлейф. Кто-то заранее позвал за лекарем, а потом повисла тишина. Впервые деревенщина использовал свой меч, но вновь не лезвие, а лишь гарду и рукоять. Перед лицом смертной техники он оставался так же спокоен, как если бы в него летел не смертельный удар, а брошенная любовницей подушка. И все же, Хаджару пришлось сойти с места. Он, не отрывая ступни от песка, отвел правую ногу назад, оставляя на песке широкую дугу. Выставив вперед гарду и рукоять, Хаджар обхватил правое запястье левой рукой и принял защитную стойку. Удар врезался в его блок как топор по бревну. Вот только вместо щепок он высек пару искр и несколько капель крови. Те выстрелили в небо алыми вишнями и упали на песок. На запястьях Хаджара, из порезов, побежали мелкие алые змейки. Но на этом все повреждения, нанесенные техникой, заканчивались. Храб не мог поверить своим глазам. Удар, благодаря которому он выиграл турнир в школе фехтования. Удар, которым снискал себе славу одного из самых талантливых мечников поколения. Удар, который должен был стать фундаментом его легенды. Именно этот удар оказался абсолютно бесполезен перед лицом какого-то деревенщины. Какого демона? Закричал Храб. Он использует какой-то артефакт. Проверьте его. Храб сам собирался бросить к деревенщине, но споткнулся и упал лицом в песок. Сил у него не оставалось даже на то, чтобы подняться. Так что, ошарашенный и потерявший связь с реальностью, он сел и смотрел на дрожащие руки. Хаджар Травис, прозвучал голос старшего офицера. Да, сэр. Хаджар повернулся и, опустив клинок, поклонился. Почему ты не использовал свой меч? Ты обладаешь какой-то телесной техникой? Или просто искусен в технике шагов? Этого не хватит, чтобы стать офицером в нашей армии. Хаджар повернулся к противнику. Тот все также не мог осознать, что с ним произошло. Почему он не использовал свой меч? Ответ был очень прост. Я не знаю этого человека. Он не сделал мне ничего плохо. Почему я должен его убивать? Убивать? Переспросил удивленный офицер. Он даже как-то неловко поправил накидку из звериной шкуры. Ты думаешь, что настолько искусен во владении мечом, что обязательно его убил бы? Я не был уверен, что мой противник выдержит хоть один удар. Сэр. Все также, не распрямляя спины, продолжал разговор Хаджар. Именно поэтому я лишь защищался, ожидая пока противник потеряет силы и волю к сражению. И, кажется, моя тактика была верна. Мне кажется, я победил и заслуживаю стать офицером нашей армии. Ему уже хотели что-то ответить, как прозвучал крик полный отвращения и высокомерия. Да кто ты такой, смерть, чтобы принимать здесь какие-либо решения? Хаджар, сохраняя поклон, повернулся и сквозь челку увидел кричащего. Впрочем, он узнал его и по голосу. Это был генеральский сынок. В своих дорогущих одеждах, начищенной броней с клинком, стоимостью как весь чистый лук. Офицер Колин, с подобострастием в голосе, но ненавистью в глазах, обратился старший офицер. То, что вы стали, по неизвестным мне причинам, адъютантом нашего генерала, не дает вам права вмешиваться в экзамен. Я буду вмешиваться тогда, когда посчитаю нужным, и туда, куда посчитаю нужным, хмыкнул Колин. Хаджар был рад узнать его имя. А вам, офицер, стоило бы и самому наказать этого смерда. Разве вы не слышали? Он посмел указывать нам, как распорядиться его судьбой. Хаджар сохранял молчание. Будь он принцем, и вся бы армия опустилась бы перед ним на колено. Но он был деревенщиной. Тем, кто не имел права даже дышать в присутствии армейских чинов. Не то что пытаться повлиять на собственное будущее. В этом мире, лишь сильные могли сами ковать свою судьбу. Остальные должны были лишь уповать на решение и волю высшестоящих. И так было даже при Хавере Элизабет. Этот юноша прав, стоял на своем старший офицер. Вряд ли он родил за Хаджара, просто хотел насолить генеральскому сынку. А может просто из зависти, он за полвека дослужился лишь до старшего офицера, а какой-то молец 18-ти зим от рода уже ходил в адъютантах. Вы так тупы, офицер. Перед вами стоит мошенник, а вы хотите зачислить его в ряды нашей армии? Колин хмыкнул. Он скинул с себя шелковый плащ. Тот медленно опускался на землю, но еще не успел он полностью рухнуть в пыль, как Колин уже стоял перед Хаджаром. Ты можешь обмануть этого несчастного горожанина, смерть. Можешь трепаться своим языком, сколько угодно. Но я-то вижу, что ты держишь меч едва ли не впервые в жизни. Что ж, надеюсь у тебя есть предсмертное желание. Колин показательно расстегнул перевязь и отбросил ее в сторону. Он взял ножны в левую руку и встал так гордо, будто был горой, а не человеком. Все смотрели на генерала. Спустя с десяток секунд, проведенных в тишине и ожидании, та взмахнула рукой. Попрощайся с жизнью, смерть. Глава 35. Колин, не торопись, генерал впервые подала голос. Весьма теплый, обычный женский голос. Такой ожидаешь услышать от продавщицы фруктов, но никак не от генерала. Ты ведь находишься на стадии трансформации. Сынок военного чиновник повернулся к генералу и, скрипя зубами, ответил. Да, а потом, после паузы, все же добавил. Сыр. Сырами здесь называли, как можно догадаться, не только мужчин. Этот бой будет бессмысленным. Генерал напрочь проигнорировала заминку. Если ты будешь использовать всю силу, смерда надо проучить. Секундная тишина и. Адъютант, слушайте мой приказ. Она произнесла это все тем же тоном, но даже у Хаджара появилось желание немедленно согнуть спину. Что говорить о солдатах и офицерах, немедленно рухнувших на колено. Даже Колин опустился в низком поклоне, но колено не опустил. Я запрещаю вам использовать силу, превышающую телесные реки. Приказ принят. Ударив кулаком по груди, сквозь зубы процедил сын чиновника. Он выпрямился и повернулся к Хаджару. Закрыл глаза, а когда открыл, то его аура стала намного более спокойной и слабой. Хаджар лишь покачал головой. Такое усечение силы работало лишь в плане количества энергии, которой он мог воспользоваться. Но как уже знал Хаджар, каждая пройденная ступень не только увеличивала количество энергии, но и преображала тело. Нейросеть не могла просканировать Колина, но было понятно, что он как минимум в четыре раза сильнее Хаджара по всем параметрам. И это вовсе не то же самое, что сражаться с четырьмя людьми. Это намного, намного сложнее. Только лишь раз Хаджар сходился в поединке с таким противником, вожа колени с огненными рогами. И тогда Хаджару, использовав все силы, удалось лишь ранить зверя. Здесь же перед ним стоял нахальный, узколобый, но человек с мечом. Поблагодари генерала, прошипел Колин, за то, что будешь умирать медленно. Он обнажил клинок, со свистом вынимая его из ножен. Он держал его крепко, слишком крепко. По одной лишь стойке и хватке, Хаджар понял, что его противник не особо искусен во владении оружием. Но разницу в мастерстве с лихвой перекрывало расстояние между их стадиями развития. Остановила ли это Хаджара? Появились ли страх и нерешительность в его взгляде? Нет, люди все также видели в центре арены человека, в лице Колина и зверя, осторожного, не бросающегося в бездумную атаку, дикого зверя. Холодок все также пробегал по их спинам, заставляя держать ладони на эфесах. Хаджар качнул клинок и пошел по спирали, все сокращая и сокращая расстояние, разделявшие противников. Так же поступил и Колин. Несмотря на гадкость характера, совсем клиническим дураком он не был. Не собирался кидаться на противника, который будучи на первой ступени телесных рек остановил удар смертной техники. Генерал смотрела за происходящим все с тем же каменным лицом. Только в глубине глаз зажегся тусклый огонек интереса. Первым не выдержал Колин. Его меч был длиннее, чем у Хаджара, так что первый выпад он мог проделать безнаказанно. Его клинок выстрелил стрелой из-за осадного лука. Размазываясь в воздухе черной лентой, он просвистел в сторону живота Хаджара. Совсем не смертельный удар. Во всяком случае, сразу не смертельный. У жертвы еще будет время на то, чтобы пытаться убрать выпавший кишечник обратно. Как и прежде, Хаджар, не обнажая меча, сделал плавный, скользящий шаг в сторону и слегка повернул корпус. Выглядело это мягко и медленно, хотя на деле он двигался со скоростью охотящегося хищника. Грациозно, но молниеносно, совершая минимум движений. Одежды Хаджара взметнулись в воздух, на миг пряча клинок Колина. Когда же все замерло, зрители увидели лоскуты рваных хламид, опускающихся на песок. А сверху на них, с едва слышимым чавканьем, подали капли крови. Зверь прижимал лапу к раненому боку. Колин надменно хмыкнул и взмахнул клинком, окрашивая песок в багровые и очищая лезвие. Если ты немедленно упадешь на колени, он едва ли не с царственным видом указал на землю. И проползешь червя до моих сапог, то, так и быть, я позволю тебе жить. Зрители переглянулись. Все знали нрав Колина и такая возможность спастись для новенького была вовсе не зазорной. Как деревенщина может побить военного офицера? Пусть и такого лощеного, как этот. Но все же, годы тренировок и богатая семья давали свое преимущество. Вот только они не учли того, что с мечом в руках, в рваных одеждах, стоял не человек. Это был Хаджар. Колин вздрогнул. Старший офицер чуть приобнажил меч. Генерал, едва заметно, но все же, дернулась в сторону копья. Им на миг показалось, что перед ними принимал боевую стойку вовсе не мечник. Они на долю мгновения, столь короткого, что не отложился в памяти. Лишь в подсознании, увидели дракона, сворачивающегося кольцами перед рывком. Идиот. Засмеялся Колин, но все же его костяшки побелели, так крепко он держал меч. Сам не зная почему, он стремился как можно быстрее избавиться от назойливого муравья. Его целью было лишь продемонстрировать свою силу перед офицерами и поставить на место эту зарвавшуюся дочь мелкого купца. Во дворце его отца она была бы не более чем служанкой, которую он бы имел в любое удобное для себя время подчиняться простолюдинке. Колин собирался выместить всю свою злобу на очередном талантливом деревенщине. Хаджар качнул клинком. Он взял меч двойным хватом, поднимая его на уровень глаз и поворачивая жалом в сторону противника. Слегка подогнул ноги, приготовившись к бою. Перед ним стоял враг, который был всего лишь в четыре раза его сильней. Черт, они не могли подобрать более неравную пару. Неравную для врага, а вовсе не для Хаджара. Даже выйдя перед ним сам дьявол, он убьет и его. Пока у Хаджара в руках меч, никто его не остановит. Колин сделал резкий рывок и выбросил вперед руку. Его меч в очередной раз со свистом разрезал воздух. Но на этот раз жало летело вовсе не по прямой, оно дергалось из стороны в сторону, оставляя за собой призрачный зигзаг. Такой удар легко мог бы обойти защиту большинства старших офицеров, но только не Хаджара. Тот поднырнул под удар, проскользил по песку и сделал подсечку по ногам Колина. Мощный удар, способный раздробить лодыжку, лишь выбил в небо песочный фонтан. В следующий миг Хаджару пришлось уходить в сторону перекатом, чтобы его не пригвоздило к земле очередным выпадом. Червь смеялся Колин, делая выпад за выпадом. Его жало то и дело пыталось найти брешь в обороне Хаджара, и оно ее находило. Несмотря на всю скорость и ловкость, Хаджар оказывался каждый раз легкомедленнее, нежели удары врага. Легкие порезы покрывали его руки и корпус. Колин не собирался, так просто отпускать наглого простолюдина. И следующий выпад он в очередной раз направил в живот. Но на этот раз, вместо ощущения того, как металл рассекает плоть, он ощутил удара другой металл. Хаджар успел поставить жесткий блок. От вибрации ударивших друг от друга клинков у него задрожали руки. А сам он, пытаясь удержать равновесие, сделал пять шагов назад, едва не оказавшись за пределами арены. От падения его удержал лишь незаметно подставленный щит. Офицер, сделавший это, подтолкнул Хаджара в сторону круга. Сам он при этом никак не изменился в лице и не показал, что помогает новичку. Хаджар хрустнул шейными позвонками и еще раз качнул клинком. Он уловил ритм противника. Он увидел очертания техники Колина, построенной на стремительных, копье-подобных выпадах. Это походило на бой Скорпиона Элиосы, смертоносный удар и немедленное отступление. Именно поэтому, следующий выпад Хаджар не стал блокировать. Вместо этого, под всеобщие вздохи, он понеся ему навстречу. Со стороны казалось, что деревенщина сбрендил и собирается насадить себя на клинок, но, жало Колина лишь выбило в небо несколько капель крови, рассекая плечо противнику. А Хаджар уже оказался в безопасной зоне, где его не мог достать меч противника. В этом был самый большой минус выпадов, если они не поражали цель, то оставляли слишком большую дыру в обороне. Только искусный воин мог скомпенсировать это высокой скоростью, но Колин таковым не был. Многим из присутствующих показалось, что меч Хаджара не просвистел, а прорычал. А кому-то даже почудилась не призрачная лента, оставленная клинком, а белый клык, устремленный в само небо. Хаджар рассек грудь Колину. Вот только вместо крови, его клинок высек лишь с ног искр. Генеральский сынок нырнул в сторону и разорвал дистанцию. Он неверяще ощупывал грудь. Под рассеченными шелковыми одеждами виднелась белая кольчуга. Явно непростая, ибо такой удар, нанесенный на полной скорости и в максимум силы, должен был разорвать ее в клочья. И все же, ни царапины не осталось на теле Колина. «Ах ты вонючий смерть!» прорычал он. Вокруг его меча вспыхнул черный огонь. «Дыхание скорпиона» выкрикнул Колин. На этот раз, после того как он сделал выпад, в сторону Хаджара действительно устремилось жало. Жало скорпиона, сотканное из призрачного, почти незаметного, но пламени. И этот удар был едва ли не в пять раз мощнее той цапли, которую Хаджар смог заблокировать. Зрители уже даже не бежали за лекарем. Они знали, что никто на уровне телесных рек, тем более на начальных ступенях, не сможет заблокировать подобную технику. Несмотря на ее смертный уровень, он была использована практикующим уровня трансформации. И все же, Хаджар не сделал и шага в сторону. Он поудобнее перехватил клинок и, развернувшись в полоборота, взмахнул им. Так обыденно, будто проводил утреннюю тренировку любого мечника, делал один из тысячи взмахов клинка. И все же, именно этот самый обычный взмах наконец-то вызывал интерес генерала. Она даже слегка подалась вперед, но обзор тут же закрыла скорпионь и жала. Оно на миг окутало Хаджара пламенной пеленой. Колин, утерев со лба испарину, надменно улыбнулся и уже собирался убрать меч в ножны, как на песке, заведя левую руку за спину, стоял невредимый Хаджар. В его груди не появилось дыры диаметром с теннисный мяч. Но вот два шатра, стоявших за его спиной, оказались рассечены и подожжены. Рассеченная на две половинки техники не задела и волоса на голове Хаджара. Не самое чистое дыхание, двусмысленно прокомментировал Хаджар. Единой с мечом, зашептались зрители. Кто-то из недавних экзаменуемых, завоевавших офицерские плашки, сглотнул. Подобный уровень мастерства был намного более пугающим, нежели любая техника, потому как для использования техник необходимо было тратить накопленную в теле энергию. Сколько Колин мог вызвать таких жал? 5, 10, спокойно стоявший деревенщина мог рассечь их все. Его удары, наносимые на расстоянии в несколько шагов, не требовали от него ни капли энергии. Он просто использовал свое мастерство и меч. Невозможно. Колин отшатнулся. Даже его отец лишь недавно достиг такой стадии, хотя считался лучшим мечником всей префектуры. На миг Колину показалось, что деревенщина произнес имя. Имя, которое он где-то уже слышал. Кто такой была? Стефа. Додумать Колину не дали. Впервые Хаджар бросился в лобовую атаку. Но он не просто ринулся в выпаде. С каждым шагом он взмахивал клинком. И с каждым взмахом с кромки лезвия слетал призрачный удар. Похожий на мерцающий, готовый рассеяться мираж, но видимый глазу. Сливаясь в один, они неслись к шокированному Колину. Когда же тот пришел в себя, то уже было поздно. 10 взмахов, ставшие одним. Удар, вобравший в себя мощь 10. Теперь он уже не был призрачным миражом. Зрители видели метровый полумесяц, готовый рассечь незащищенную кольчугой шею Колина. И этот полумесяц вовсе не сорвался с лезвия Хаджара. Он буквально прилип к нему, заливая песок мерным, синим светом. Хаджар не стал рассчитывать на удачу и бить на расстоянии. Он приковал удары к своему мечу, усилив их железом и собственной силой. «Остановись!» – закричал начавший спор старший офицер. Он знал, какая судьба ждет человека, который убьет сына генерала префектуры. И такой судьбе не позавидуешь. Вот только шаг Хаджара не замедлился. Его меч не дрогнул. В синих глазах вспыхнула драконья ярость. Сын генерала? Ха. Пусть даже сын императора, никто не остановит его меча. Синий серп, подкрепленный мечом, врезался в подставленное копье. Хаджара будто тряпку отшвырнула на десяток метров. Он смял спиной несколько палаток и прокатился по земле. Перед Колином стояла генерал. В руках она держала осадное копье, на котором теперь сверкала черная царапина. Как смеешь ты угрожать жизни офицера? Прорычала она. Военные, прижав кулаки к сердцам, синхронно поклонились. Каждый из них знал, что новенькому так просто не спустят этот проступок. И все же, она знали и то, что, возможно, генерал только что спасла жизнь вовсе не Колину, а мечнику из деревни. Вот только встающего с земли Хаджара это не волновало. У него отняли добычу и от этого из его глотки едва не вырвался звериный рык. Опомнившись едва ли не в последний момент, Хаджар опустился на колени и прижал лоб к земле. Внутри у него бушевала настоящая буря, но внешне он был покорнее овцы. Прошу простить вашего недостойного слугу. Он поднял голову, а затем с силой опустил ее на песок. Так он и бился о землю, каждый раз повторяя прошу простить. И с каждым разом в его груди только разрасталась буря. Хаджар мог кланяться кому угодно, если знал, что в будущем его меч выпьет крови каждого из списка. А теперь он знал, где найти одного из тех, кого уже слишком давно ждала богиня правосудия. Офицерский экзамен ты прошел, генерал села обратно. Но твое поведение говорит о том, что ты плохо знаком с субординацией и армейскими законами. Пожалуй, стоит озаботиться тем, чтобы ты не оказал пагубное влияние на сослуживцев. Старший офицер Дагар. Да, генерал, на одно колено упал могучий мужчина. На его фоне генерал выглядела как маленькая девочка. Черт, да любой другой офицер на фоне этого медведя выглядел так же, как маленькая девочка. Вы давно просили меня о помощнике. Вот и он, ваш новый помощник. Спасибо, мой генерал. Зрители в очередной раз переглянулись. Отряд Дагара. Да там еще никто не выживал дольше года. Даже штрафной батальон был бы более мягким наказанием, чем отряд Дагара. Глава 36. Старший офицер Дагар, по мнению Хаджара, выглядел даже более внушительно, нежели жители деревни в долине ручьев. Ростом почти 2 метра 30 сантиметров, почти полтора в плечах он действительно выглядел как медведь, сбросивший шерсть. Его массивной челюстью можно было жевать камни, а взглядом ломать городские ворота. В качестве оружия он использовал боевые латные перчатки. Ну, оно и понятно. К таким лапищам, бицепс у него был такой же, как талия у Хаджара, сложно подобрать достойное оружие. Возможно, Хаджар указалось, но с каждым шагом Дагара земля слегка дрожала. Но это только возможно. Сам же Хаджар сейчас выглядел не лучшим образом. Весь в синяках, спасибо генералу, и порезах он прихрамывал, тяжело опираясь на меч, служивший ему костылям. Эту зубочистку на склад сдашь, несмотря на могучий внешний вид, голос у офицера оказался тихим и даже слегка высоким. Да, сэр, старший офицер, можно просто, сэр. Они вышли с территории основного лагеря и оказались на отшибе. Здесь даже плаца не существовало. А тенты, палатки и шатры стояли в высокой, нескошенной траве. Выглядело это как захолустье или угол изгнанников. Но, тем не менее, Хаджар чувствовал некую особую, боевую атмосферу. Ту, которую он не мог отыскать в основном лагере. Там Хаджару казалось, будто он пришел не в армейский лагерь, а в обычный палаточный городок. Просто жители вместо одежды носили доспехи, вот и вся разница. Твой шатер, Дагар указал на стоявший в центре шатер. Достаточно просторный, чтобы вместить несколько человек. Он стоял рядом с тем, что побольше. Ты мой новый помощник, так что жить будем рядом. Да, сэр. Дагар впервые повернулся к Хаджару. Он смирил его оценивающим взглядом, а потом ткнул пальцем в грудь. Новоявленный офицер королевской армии покачнулся, но не упал. Хлипкий едва ли не сплюнул Дагар. Я смотрел за твоим боем. Скорость и реакция у тебя отличный, а вот тело, как у незрелой девки. Хаджар не стал спорить и что-то доказывать. Хотя бы просто потому, что чувствовал в словах офицера долю истины. Ну и раз ты мой помощник, но тренироваться будешь в десять раз больше, чем мои остальные подчиненные. Возражения? Нет, сэр. Сейчас отдам тебя лекарю. Ночью-то спишься, а с утра на тренировку. Проспишься, придешь хромым, с насморком или головной болью. Убью на месте и скажу, что при попытке дезертировать. Возражения? Нет, сэр, повторил Хаджар. Дагар немного постоял, возвышаясь исполинской скалой, а потом кивнул. Он действительно отвел Хаджара в один из самых просторных шатров, лекарский. По дороге принц успел насчитать в отряде палаток примерно на тысячу голов. Действительно, очень маленькое подразделение, в армии, насчитывающей несколько миллионов, самым маленьким звеном считалось десятина, десять тысяч воинов. А здесь же получалось десятина от десятины. Интересно, с какими целями генерал использовал Адагара и его людей? Лекарь оказался вполне себе приятным мужчиной неопределяемого возраста. Он уложил Хаджара на переносную, складную кровать. Таких в шатре стояло около трех дюжин. И на каждой, в данный момент, лежало стонущее, воющее или перевязанное тело. Недавно была битва? Спросил Хаджар, пока лекарь смазывал его раны. Битва. Ученый отвлекся от своего дела, осмотрелся и улыбнулся. А, ты об этом? Нет, просто тренировка. Тренировка. Это же как они здесь тренировались, что несколько десятков крепких парней оказались в таком состоянии. Слышал я о твоем поединке. Хаджар удивленно приподнял правую бровь. Слухи, пояснил лекарь. Уже половина лагеря говорит о деревенщине Мечнике, надававшему по шее адъютанту Колину. Только ты не зазнавайся. Мечников в армии хватает. Единых, тоже прилично. А чтобы совсем тебя на землю спустить, в начале прошлого месяца сюда заявилась девушка, единая с миром. Так она вовсе, четверых старших офицеров по земле беспомощными котятами раскидала. Хаджар пару раз хлопнул глазами и откинулся на подушку. Каждый раз, когда ему казалось, что он чуть-чуть продвинулся по пути развития, то оказывалось, что мир куда больше. Единая с миром в возрасте до 18 лет. Что это за монстр в юбке? Впрочем, не стоит удивляться такой большой силе в столь молодых руках. Не зря же секты, кланы, академия и даже армия вводили возрастной ценз. Просто, по мере взросления и старения, у практикующего оставалось все меньше шансов перейти на следующую ступень. Вплоть до того, что если адепт не достигал стадии небесного адепта до начала третьего века жизни, то не достигал уже никогда. То же самое, в различных соотношениях, касалось и остальных стадий. Именно поэтому самое быстрое и самое активное развитие приходилось на ранние годы жизни. И именно поэтому дети империи так сильно выделялись на фоне детей Лидуса. Да, ситуация немного изменилась с приходом к власти Примуса. В этом плане стоило отдать ему должное, теперь некогда мифические смертные техники стали вполне обыденным делом. И не только они. Ты на генерала зла не держи, говор у лекаря был слегка сельский. Он отложил в сторону мазь и положил на ложку зеленую пилюлю. На вкус она была весьма мерзкой, но болисть тела постепенно уходила. Она ведь тебе жизнь спасла. Скорее, Колину. Не глупите, офицер Хаджар. Абьютант ведь использовал против вас лишь силу телесных рек. Неужели вы думаете, что перед лицом смерти он продолжал бы следовать приказу генерала? Возможно бы и не стал, но Хаджар был уверен, что успел бы отрубить ему голову до того, как сынок чиновника использовал бы всю свою силу. К тому же, даже если бы вы его и убили, то... Нет, по закону преследовать бы вас не смогли. Но вот его отец, таким людям закон не писан. Так что я готов поставить на кон свой душу и сердце. Завтрашним утром вы бы уже не проснулись. И это в лучшем случае. В худшем остаток своей жизни вы бы провели в пыточных. А пыточные генерала Ларвийского известны на всю префектуру. И вновь Хаджар понимал, что в услышанных им словах присутствовало зерно истины. К тому же, отряд Дагара наказание лишь для слабых духом и телом, продолжал лекарь. А для таких людей, как ты, лучшего места в армии не найти. Впрочем, сам все увидишь. Хаджар посмотрел на раненых, стонущих людей. А вот с этим утверждением он мог бы и поспорить. Выпей. Лекарь протянул деревянную кружку со сладко пахнущим, алым напитком. Что это? Ну явно не отрава. Настой на ягодах и снотворное. Чтобы спал крепко и без лишних мыслей. Хаджар, принюхавшись и не заметив никакой опасности, просканировал напиток нейросетью. Та, обладая обширной базой данных запахов, цветов и консистенции различных ядов и прочей гадости, тоже не выявила угрозы. Так что Хаджар пригубил довольно приятный на вкус напиток, а потом залпом осушил кружку. Уже спустя минуту, он мирно посапывал, завернувшись в принесенной лекарем одеяло. От дешевых лечащих мазей всегда становилось очень холодно. Хаджар еще не знал, что вскоре привыкнет и к этому ощущению, и к компании славоохотливого лекаря. Глава 37. Хаджар проснулся от того, что кто-то на него пристально смотрит. Открыв глаза и дернувшись в сторону изголовья, где он всегда хранил меч, Хаджар нащупал лишь пустоту. Хорошие рефлексы, кивнул Дагар. Старший офицер стоял рядом с кроватью. Скрестив руки на могучей, обнаженной груди, он стал еще больше походить на медведя, покрытого шрамами и черными татуировками, с бугрящимися, стальными мышцами. Кроме боевых латных перчаток из одежды на Дагаре присутствовали лишь штаны из добротной кожи и высокие сапоги, без твердой подошвы. Ее заменяли несколько слоев все той же крепкой кожи. Хаджар огляделся, кроме них в шатре больше никого не было. А сквозь трепыхающиеся на ветру покрова, заменявшие двери, пробивались алые лучи утренней зари. Сэр, я был под действием снотворного и... Меня предупредили, перебил старший офицер. Иначе бы ты и вовсе не проснулся. 20 секунд на сборы, офицер. Стоит ли уточнять, что 20 секунд Хаджару не понадобились? Игнорируя легкую боль в почти сошедших синяках и затянувшихся порезах, он был готов уже спустя 7. Дагар их показательно громко отсчитывал, поигрывая при этом огромными мышцами. Хаджар не знал, на какой стадии находился этот медведь, но предполагал, что не ниже трансформации. Медленно, покачал головой Дагар. Но ничего, это мы тоже исправим. Сейчас, перед тренировкой, я проведу краткую экскурсию по нашему лагерю. Как мой помощник, ты должен разбираться что, где и как. Так точно, сэр. Зубочистку эту оставь. Мой помощник не будет ходить с мечом, который я двумя пальцами согнуть могут. И, в подтверждении своих слов, Дагар действительно взял и согнул меч. Хороший, добротный меч. Не артефактный, по подходящий для сражения. Таким ведь и палатом можно ударить, и за зубринки не будет. А Дагар его согнул. Хаджар вдохновился. Понял что спорить, даже если возникнет желание, бесполезно и пошел следом за командованием. Они вышли из опустевшего лекарского шатра, и Хаджар никого не увидел. Все палатки-отряды оказались также пусты, чего не скажешь об основном лагере. Идя между палатками, Хаджар то и дело слышал храп или сопение. Вставали в армии, насколько он знал, вовсе не с первой зарей, а, вроде как, по сигналу дежурных. Те их давали спустя два часа после рассвета. Следовательно, такой подъем в отряде был личной инициативой старшего офицера. Что ты знаешь об армии, Хаджар? Дагар шел впереди, скрестив руки за спиной. Выглядело это так, будто гигант из легенд двигался среди простых смертных. Одним лишь своим видом он подавлял волю окружающих и заставлял замолкать привязанных к колышкам собак. Те ложились на живот и прижимали уши лапами, принимая самую покорную испос. То, что здесь кормят несколько раз в день и дают возможность стать сильнее. Испалин хмыкнул. В принципе, все верно. Кстати, держи. Дагар достал из кармана медальон на кожаном ремешке и кинул его через плечо. Хаджар поймал на лету. Это армейская печать. За каждое твое достижение, здесь будет меняться цифра. И правда, на лицевой стороне медальона, помимо обозначения их армии, находился металлический иероглиф, обозначающий в этом мире ноль. Интересно, а как может меняться металлическая гравировка? Проклятие, как же сильно Хаджар жалел, что дневник Южного ветра размок. Он все еще ничего не знал о заклинаниях, хотя уже несколько раз видел их использование. Это несколько тревожило и завораживало одновременно. А за что даются эти цифры, сэр? За убийство врага в бою. В качестве награды, но награждать может только генерал. И то исключительно с одобрения военного совета. Так что награды у нас редкость. Ну, если устроим рейд на монстров в лесу, то и за них дают. Часто бывают рейды, сэр? Дагар обернулся через плечо. Задаешь много вопросов, и не успел Хаджар извиниться, как медведь рассмеялся. Это хорошая черта для помощника. Мой прошлый так меня боялся, что был готов язык проглотить. Стоило мне на него посмотреть. Он был покрепче тебя, да и находился не на первой ступени рек, но ты мне нравишься больше. Дагар, для такого-то чина, оказался на удивление прямолинейным человеком. Когда нет войны, есть рейды. Когда нет рейдов, есть учения. Кстати о них, на учениях тоже можно получить очки чести. Так их называют. Но особой чести лично я в них не нахожу, так что называю цифрами. Вас понял, сэр. Можно еще один вопрос? Сколько угодно, помощник. Твоя второстепенная задача, после тренировок, задавать мне столько вопросов, сколько сможешь придумать. Хаджар посмотрел на лагере на то, что из ворот весеннего уже тянулись повозки и обозы. А в южной части лагеря и вовсе виднелись подводы, груженные бесчисленными связками копий, стрел, луков, мечей. Другие же были под завязку загружены тюками с провизией. Кочевники или соседи? Дагар засмеялся, смышленый. Впрочем, что еще ожидать от единого мечника? Да, кочевники. Прошлой неделей военный совет и генерал решили, что мы выдвигаемся на север ровно через месяц от сегодняшнего дня. Дагар несколько стран настроил свою речь, но Хаджар быстро к ней привыкал. Значит уже через месяц они отправятся на маршу, а там и сражения с кочевниками не загарами. Чуть раньше, чем изначально рассчитывал Хаджар, но приемлемо. Что ж, для того, чтобы провести свой план в действие, ему следовательно хорошенько подготовиться. За этот месяц ему предстояло как минимум шагнуть на пятую, если на шестую ступень телесных рек. Иначе у него будет куда как больше шансов сыграть в ящик, а не оказаться в перспективе на королевском приеме во дворце. Ильин. Хаджар отмахнулся от непрошенных мыслей. Все это потом. Сейчас дело. Теперь, Хаджар, не делай лишних движений, если не хочешь, чтобы нас прибили. Они подошли к отдаленному, но огромному шатру. Намного большему, нежели тот, где обитала сама генерал. У входа стояли имперские легионеры, закованные в зеленую броню воины, от которых исходила аура стадии трансформации. Как ступени? Да никакой. В отличие от узлов и рек, следующие стадии не имели внутри себя разделений по цифрам. Но Хаджар об этом почти ничего не знал. Южный ветер и мастер не успели рассказать ему подробностей. Старший офицер Дагар, представился медведь. Со мной мой новый личный помощник, офицер Хаджар. Полные имена здесь использовались редко. Почти никогда. Проходите, один из легионеров отодвинул полу, прикрывающую вход. Первым вошел Дагар, Хаджар спешил следом. Только теперь, оказавшись внутри просторного, светлого помещения, он понял, почему здесь находились имперцы. Внутри, среди деревянных полок с разнообразными свитками, сидели многочисленные офицеры и даже несколько рядовых. Перед ними выхаживал старик, ауру которого Хаджар бы никогда и ни с чем не спутал. Он вновь оказался перед взором небесного солдата. Существа, способного взмахом руки уничтожить едва ли не половину отряда Дагара. Но, что он здесь делал? Старший офицер Дагар, поздоровался старик, протягивая сухую руку. Медведь пожал ее, параллельно слегка кивнув головой. Видимо, это заменяло ему поклон. Неужели вы привели ко мне своего помощника? Кажется, прошлые не удостаивались подобной чести. Хаджар видел в своей жизни лишь двух настоящих адептов, примуса и наместника. Так что впечатление у него осталось весьма однобоким. Но этот дедуля с длинной, седой бородкой и теплым взглядом вызывал вполне приятные ощущения. Лишь бы только те не оказались ложными. Насчет этого у меня хорошие предчувствия. Что ж, старик подошел к Хаджару. Офицер Хаджар, позволите если я проверю вас, в каком смысле? Язык сработал быстрее, нежели разум и Хаджар тут же поклонился. Прошу простить, достопочтенный адепт. Простой библиотекарь, улыбнулся старик. Не более. Я уже давно потерял возможность двинуться дальше по пути развития, так что теперь доживая свой век среди трудов и книг. Возможно, для такого молодого человека как вы, это покажется не самой приятной участью, но я ни на что не жалуюсь. Ну так что, узнав меня поближе, вы позволите ли мне узнать вас? Иначе как мы подберем вам подобающую технику? Хаджар еще раз окинул взглядом внутреннее убранство шатра. Многочисленные столы, с сидевшими за ними офицерами и рядовыми. Те, порой отвлекались от лежащих перед ними свитков и бросали любопытствующие взгляды в сторону Хаджара. Это все техники, кивнул старик. Наверное, офицер Дагар уже рассказал вам об очках чести? Да, достопочтенный адепт. У Хаджара язык не поворачивался назвать небесного солдата, библиотекарем. Здесь есть все четыре вида. Старик едва ли не с любовью оглядел свои владения. От техник, связанных с оружием, до техник внешней энергии. Техники внешней энергии, да даже сами мастеры Южный Ветера таких лишь слышали. Большинство, простые, но есть и смертные. И, дабы мотивировать вас, и несколько техник Духа. Техники Духа. Хаджару казалось, что мир куда-то поплыл, но он вовремя пришел в себя. Раньше Ледусы мечтать не мог о техниках Духа. Правда, даже чтобы просто открыть их, вам понадобится не меньше десяти тысяч очков. За убийство зверя стадии вожака дается десять, шепнул на ухо Дагар. А за убитого на войне противника одно. Хаджар икнул. Ну да, скорее всего эти техники сюда отправили просто чтобы показать, что они в принципе существуют. И, чтобы совсем вас успокоить, позвольте объяснить. Старший офицер имеет право один раз привезти помощника и тому выдадут, совершенно бесплатно, технику смертного уровня. Иначе какой смысл в помощнике, добавил Дагар. Если его убьют в первом же бою. Хаджар кивнул. Значит, генерал вовсе не пыталась его наказать. Она, унизив Колина, еще и прилюдно почти что наградила простолюдина, посмевшего поднять руку на адъютанта. Теперь же, вы позволите мне вас проверить и узнать ваши сильные и слабые стороны? Это абсолютно безболезненная процедура. Я лишь на мгновение помещу в вас частицу моей энергии, а потом заберу ее. Хаджар посмотрел на многочисленные свитки техник, а потом на старика. Проклятие. Проклятие. Он совсем не был уверен в том, что небесный солдат при помощи своей мистической фигни не обнаружит сердце дракона. А что-то подсказывало Хаджару, что любой адепт найдет тысячу и один способ, как использовать подобный ингредиент в своем развитии. Чтобы там не говорил этот дедок о своей невозможности двигаться дальше. Обстановка накалялась. Пауза слишком затянулась. Глава 38. Хаджар в очередной раз рухнул на колени и приложился лбом о землю. Пожалуй, ему стоит что-то повязать мне лоб, чтобы в какой-нибудь не самый прекрасный день его не раскроить. Прошу простить, достопочтенный адепт, произнес Хаджар максимально с ожалеющим тоном. Дух покровитель нашей деревни не позволяет нам пользоваться чужой энергией. Я не собираюсь позволять тебе ее использовать, кажется, адепт немного опешил. Прошу простить, достопочтенный адепт. Стучал лбом о землю Хаджар, игнорируя все аргументы. Иначе мне не позволит вернуться. Дагар и старик-библиотекарь переглянулись. Он из отдаленной деревни, там свои суеверия. Поднимитесь, офицер. Вздохнул библиотекарь и продолжил только после того, как Хаджар встал на ноги. Не будем же мы, право, лишать вас душевного равновесия. Только в таком случае технику вам придется подбирать самому. Я бы посоветовал взять что-то для тела, добавил Дагар. Уж слишком ты хлипкий. У вас есть 10 минут, офицер-адепт подошел к столу с песочными часами и перевернул их. Не то чтобы это правило казалось мне существенным, но правило есть правило. Хаджар, мысленно утерев столь же воображаемый пот, пошел по рядам. Он сразу миновал секции с обычными техниками. Ему хватало шагов и меча. Остальные, что-то по типу стальной рубашки его мало интересовали. Они требовали длительного обучения, а в итоге становились ненужными уже на стадии трансформации. А путь Хаджара лежал куда как дальше, нежели трансформации. Он сразу подошел к секциям смертных техник. Свитков здесь лежало в разы меньше, чем в предыдущем разделе. Оно и понятно. Если учесть, что...